Глава двадцать шестая Когда в дверь постучали, Семенов осторожно, неохотно снял с груди голову уснувшей на нем женщины и, так и не открыв, поднялся. «Прошу великодушия, ваше превосходительство!» — проговорил адъютант, слегка приоткрыв дверь, но не заходя в проем. «Доставили поручика Жевалова!» «Какого еще Жевалова и почему доставили?» Спросони, ничего не поняв, ощетинился атаман. «Он явно был озабочен. Завтра утром Сото должна отбывать в Порт-Артур. Но если бы эта поездка ограничилась только Порт-Артуром, где атаман мог бы навещать ее без особых проблем, дело в том, что оттуда самолетом ее могут переправить то ли в Токио, то ли сразу же в Анкару. Там какое-то время она должна стажироваться в качестве сотрудницы посольства. Хотя никакой уверенности не имелось, что за то время, пока японка соблазняет русского атамана, планы ее шефов не изменятся. И они не решат, что благоразумнее, сразу же перебросить ее в Германию, Венгрию или Северную Италию под крылом у Солини. Куда именно безразлично. Единственно, важно, чтобы в Европу очень уж ей хотелось проверить себя в амплуа настоящей западной леди. К тому же в перерывах между вулканическими извержениями страстей Семенов сумел убедить Сото, чтобы она постаралась попасть в Германию, где могла бы встретиться с полковником Курбатовым. — Объясни своим шефам, — урезонивал он, — это в ваших интересах не упустить такого спецагента из вида, не потерять влияние на него. — И осень-то хорошо, — охотно соглашалась японка. — Объясню, найду полковника и прикажу, чтобы он вернулся в Маньчжоуго от имени господина генерала или императора Хирохито прикажу. — Ну, с Маньчжоуго это уж как получится, поскольку у германцев на него тоже виды имеются. Однако обещаю, что со своей стороны тоже поговорю с кем надо, чтобы использовали тебя в Германии или, в крайнем случае, в Венгрии. — И осень-то правильно, я готова работать в Германии, где будет полковника Курбатов. Тогда полковника и будет служить императору, прикажу и будет. — Ты хоть видела когда-нибудь этого офицера? — Нет, но мне дадут фотографию. — Да я не о том. Фотография — это фотография. А тут перед тобой предстанет настоящий казак, мощный, красивый, настоящий князь. — Влюбишься в него? Пристрелю! — как-то на одном дыхании пригрозил атаман. — Сото в полковника не влюбится. Это полковника влюбится в Сото. На свой манер успокоила его японка, после чего вышла в соседнюю комнату и позвонила кому-то по телефону. Семенов слишком плохо знал японский, чтобы перевести весь ее разговор. Да к тому же говорила она негромко. Тем не менее, он отчетливо уловил, как дважды прозвучала фамилия легионера. — Твоего начальника не удивило, что ни с того ни с сего ты вдруг заговорила о полковнике Курбатове? — И нет, не удивило, — спокойно ответила женщина. — Странно. — И почему? Странно. И меня специально прислали сюда, чтобы я выяснила, где находится полковник Акурбатов. И осень-то хоросо. Я выяснила и получила задание от вас, господина генерала, установить контакт с полковником Акурбатовым. Я получила. И осень-то хоросо. Пока атаман, осмысливая новый сюжетный поворот их встречи, приходил в себя, японка уже бережно уложила свою головку на низ его живота и в очередной раз принялась преподносить ему урок любовного таинства, который она называла «Поцелуй лепестка на рассвете». У генерала это случалось несколько раз с другими, однако ничего подобного тому, что он ощущал во время ласк губами Сото, не встречал. Впрочем, и какой-то особенности уловить тоже не сумел. В конечном итоге генералу было совершенно безразлично, куда именно забросят его женщину. Самое страшное для него начиналось с завтрашнего утра. Сото опять не будет рядом. Если бы недоброжелатели из штаба Квантунской армии и японской администрации в Маньчжурии знали, сколь мучительно для русского атамана разлука с ней, они бы почаще устраивали их свидание, чтобы в конце концов извести его расставаниями. Не исключено, что тогда одно из них и в самом деле закончилось бы совершением священного обряда Харакири. Однако все эти терзания, эмоции, а пока что, вот уже почти сутки, генерал и Сото не поднимались с постели, стараясь не тратить попусту времени ни на выяснение житейских реалий, ни на размышления о будущем. Пока что им прекрасно жилось в дне насущном, где все еще хватало и хлеба, и греха. Но, похоже, что и это уже в прошлом, страницу которого только что перевернул адъютант главкома полковник Дратов, чью голову в дверном проеме атаман сейчас с удовольствием прострелил бы. — Поручик Жевалов — это командир отряда диверсантов. Прошу великодушия, — не унимался адъютант, стоя под дверью номера Сото, — явился по вашему приказу. Доставили, это к слову. Но замечу, что речь идет о деле, не терпящем отлагательства. Одеваясь, генерал с тоской поглядывал на остававшуюся в постели женщину. Чуть прикрытая легким пестрым халатиком, тело ее безмятежно разметалось по смятой белизне простыней, соблазнительно маня и вызывающе упрекая ее. Пол рядом с постелью был заставлен подносами, пустыми бутылками и остатками блюд, которые им доставляли в номер. В воздухе витал запах плоти. Было время, когда атаману казалось, что он всего лишь не кстати привык к этой женщине. Затем появилось ощущение, что влюблен. Когда же сато вновь возникло в его бытии, генерал вдруг понял, что чувство здесь ни при чем. Просто находиться рядом с ней, ощущать ее близость, предаваться греховным усладам – это и есть то естественное состояние, при котором жизнь стоит именовать жизнью. Застегивая китель, генерал вновь взглянул на сато. Слегка приоткрыв глаза, она сонно и в то же время всепонимающе улыбнулась и, вскинувшись всем телом, словно рыба-кита перед погибельным метанием икры, вновь умиротворенно уснула. Время шло, а генерал все стоял над женщиной, любуясь красотой ее лица и восхищаясь изысканностью фигуры. «А ведь, кажется, эта японка заявилась сюда, чтобы сказать, что лично готова помочь тебе сделать харакири», – удивленно повел подбородком Семенов. «И когда ты услышал это, у тебя появилось страстное желание тотчас же покончить с ней, пристрелить. Вот только не решился. Не потому, что испугался генерала Унитзу. Оказывается, с женщиной страстям можно предаваться только в постели, ибо только здесь, в постели, есть возможность наслаждаться их страстей этих самых погибельностью». Глава двадцать седьмая Машина, за рулем которой был Фротов, повышенный в чине уже штабс-капитан, ждала атамана у подъезда отеля. Через несколько минут Семенов был доставлен к штабу армии, размещавшемуся в небольшом двухэтажном особняке, неподалеку от управления японской военной полиции. Командир новой группы маньчжурских стрелков, поручик Жевалов, томящийся ожиданием в приемной, буквально потряс главкома своей незначительностью, если не сказать ничтожностью. Ростом он едва дотягивал до среднего, лицо было до изможденности худое, а бесформенность узких сутулых плеч передавалась всей его нескладной фигуре. «И куда же это мы собрались, поручик, в соболях-алмазах?» «Даже не попытался скрыть своего разочарования генерал. «Пока что в Россию, а там, как прикажетесь, ваше превосходительство!» «Сабельно, сабельно! И что, в Россию идти почти на верную гибель сами изъявили желание, а ли исключительно по приказу?» «Каждую атаку идемс, как на верную гибель. Однако в ней не очень-то разгуляешься, а тут как-никак диверсионный рейд, где вольному волес!» «Значит, не только по приказу!» Недовольно поморщился Семенов, которого буквально покоробило от этого лакейского идемс и всех прочих эсканей. «Был бы приказ, ваше превосходительство, а желание у настоящего солдата обязательно появится. Да-с!» Лицо Жевалова напоминало мордочку молодого бульдога. Человеческие черты его обезображивались выражением слюнявой собачьей преданности. «Нет!» проскрепил зубами атаман. «Это не Курбатов, не то силище, не тот вид, а главное, не тот размах, чета и ее окрестности, вот все, на что он способен в соболях-алмазах. Да и то в самом счастливом случае!» мысленно определил он. «В диверсиях ранее участвовали? Все больше по разведке, господин генерал, по казачьей пластунской традиции!» Семенов поморщился и предусмотрительно перевел взгляд на Дратова. До того медленно стекающим холодком по спине доходила генеральская. «Кого ты привел сюда, черт бы тебя подрал! Убери его с глаз моих!» «Прошу великодушия, ваше превосходительство!» передернул плечами адъютант. «Это был один из тех немногих случаев, когда просьба его соответствовала сути. От генерала действительно требовалось немало милосердия, чтобы не выставить за дверь обоих. За неимением под рукой Курбатова! О Курбатове отныне забыть! Японцы тоже на него глаз положили, а я им сказал забыть! Теперь он мне в Рейхе нужен больше, чем здесь! Есть забыть!» «Я так понимаю, что разочарованьице какое-то у вас на мой счет появилось!» угоднически как-то произнес поручик. «Поскольку сразу о ротмистре Курбатове речь зашлась, так не извольте впадать в него, в разочарованьице с это, господин атаман!» «Манера изъясняться у вас, Жевалов, какая-то приказчицкая!» «Да-с! Извольте-с!» уже не мог скрыть своего раздражения атаман, хотя понимал, что в отношении человека, отправляющегося за границу на верную смерть, подобные придирки неприемлемы. «Прошу прощения!» невозмутимо парировал тот в духе Дратова. «Исправлюсь!» «Сомневаюсь!» «Впрочем, особого значения это уже не имеет!» «Вы были знакомы с ротмистром?» «Так точно, ваше превосходительство!» «Одно время вместе учились в японской разведшколе!» «Не сочтите за нескромность, но я бы не сказал, что ротмистру Курбатову хоть в чем-то удавалось превосходить меня!» «Да-с!» «Не удавалось, господин генерал-атаман, и многие курсанты тому свидетели!» «Что? Даже в силе легионер превзойти вас не мог?» насмешливо поинтересовался Семенов. «Вы о физической силе?» ухмыльнулся Жевалов. «В диверсионной выучке она мало что значит! Уж поверьте мне! Тем более, что в выносливости я Курбатову не уступал!» «Нет-с! Не уступал!» «Инструктора школы могут подтвердить это!» «Как, впрочем, и сам фюрер наш, полковник Радзаевский!» «В японской школе, говорите, в соболе-халмазах!» слегка изменил ход своих нервозных размышлений Семенов. «Значит, вы знаете, что работать в конечном итоге придется на японскую разведку!» «Так точно-с!» «Все с той же подобострастной угодливостью отвечал Жевалов. «Все под японцем ходим-с! Японец платит-с! А мы служим-с! Таков в порядок!» «Вот он каков молодой казак нынче пошел!» назидательно молвил генерал, обращаясь к адъютанту. «Японец платит-с, а мы служим-с! И никакой тебе тоски по службе царю-батюшке! Никакого понятия об офицерской чести, о чести русского офицера в соболе-халмазах!» «По поводу чести нашей сомневаться не извольте-с!» невозмутимо заверил поручик. «О ней мы завсегда-с!» Семенов отошел к столу, налил себе водки, не предложив рюмки офицерам. Выпил и, утерев усы и губы рукавом казачьего бешмета, процедил. «Быть такого не могло, чтобы самого Курбатова превзошел кто-то в соболях-алмазах!» «Это уж как изволите понимать, господин генерал!» И на сей раз ничуть не стушевался новоявленный командир маньчжурских стрелков. «И никогда впредь не смейте утверждать, что вы когда-либо учились в одной разведшколе с Курбатовым!» пронзил его презрительным взглядом атаман. «Во всяком случае, в моем присутствии не сметь!» «А это же почему, господин генерал?» «Вместе по всему курсу прошли!» «Да, ас, по всему!» «Именно поэтому впредь никогда не решайтесь утверждать сие! Ни в одном приличном обществе, особенно в офицерском!» «Вы поняли меня, поручик?» «Как прикажетесь, господин генерал?» Жевалов поражал атамана своей невозмутимостью. «И никогда, по крайней мере при мне, наливались кровью глаза атамана, не сметь заявлять, что вы вообще были знакомы с Курбатовым!» «Как прикажетесь, господин генерал?» «Потому что Курбатов — это Курбатов! Именно с него началась слава маньчжурских стрелков!» «Как изволите считать, господин генерал?» «А теперь вон отсюда! Я сказал вон!» В ярости заорал генерал, надвигаясь на командира разведывательно-диверсионной группы. «Прошу извинений, ваше превосходительство!» Жевалов без тени смущения поклонился главкому, демонстрируя, как давно привык к тому, что его пинают всегда, везде и кому не лень. «Изъясняйтесь на своем приказчицком наречии с красными!» Брезгливо проворчал Семенов. «Им этот язык более понятен, нежели казакам!» и узкоглазая паршивка Сото. Ее отъезд в Европу был отложен. Очевидно, командование сочло, что сейчас она нужнее здесь, под боком у русского. Причем Семенов не без основания полагал. На решение это повлияла беседа с генералом Судзуки. То ли слишком подозрительным показалось японцу его стремление как можно скорее отправить Сото подальше от себя, то ли наоборот, почувствовал, что он увлекся японкой, поскольку печется о ее судьбе. Впрочем, все это не важно. Главное, Сото все еще здесь, в Манжурии, что она рядом с ним. Как только атаман появлялся в Тайларе, в его номере в Сунгари тотчас же начинала хозяйничать эта прекрасная японочка. «Какая еще женщина в соболях-алмазах! Какая женщина мне нужна здесь, когда у меня есть ты!» «И это есть осень-то красивая русская зэньсина!» Ревность оставалась такой же недоступной для этой азиатской красавицы, как и чувство юмора. Из всего набора чувств и влечений, которыми исключительно по неосторожности своей Господь наделил женщину, Сото признавала только постельные ласки да ироничную покорность своему повелителю. «Ну, если даже ты считаешь ее красивой!» «И осень-то красивой!» Сото поставила на стол перед Семеновым поднос с двумя чашечками саке, двумя плошками риса и мисочками, в которых благоухали восточными приправами куски жареной осетрины. «Русская, говоришь?» заколебался генерал. «Кто же она такая, если русская?» «Ну-ка зови ее сюда, в соболях-алмазах!» «Где мой адъютант, полковник Дратов?» «И полковника куда-то усел!» пролепетала Сото. Ее миниатюрные нежные губки напоминали розоватые лепестки цветов сакуры. Слова, что сисюкающи слетали с них, Семенову хотелось снимать обветренным ртом, словно росу с утренних вишенок. Он только что прибыл, чувствовал себя слегка усталым после тряского маньчжурского бездорожья и жаждал только одного — немного отдохнуть в объятиях своей паршивки. И ни одна русская женщина, при каких бы телесах и искушениях она не предстала бы перед ним, не могла подарить и тысячной доли той необычной неги изысканно бесстыдных ласк, которыми награждала его юная возлюбленная. «И я и могу позвать это русская зенсина?» напомнила о себе Сото. «Что тебе так не терпится, лейтенант?» вальяжно поморщился Семенов. «Она тебе что, самой очень понравилась? А может, и в тебе созрела эта самая...» вычерно повертел он растопыренными пальцами перед лицом. «Греховная бабья любовь! Тогда так и скажи, мол, красотой, добротой подкупила». «И нет, не подкупила», потупив глаза, объяснила японка. «Но вы правы, господина генерала, она и в самом деле!» точно так же вычерно повертела перед своим лицом растопыренными пальцами девушка. «Приставала к тебе, что ли?» «Так и скажи, тут же велю ее по обычаю казачьему нагайкой выбороть». «Выбороть да, надо», охотно согласилась Сото. «И осень-то подлая зенсина!» генерал снисходительно рассмеялся. «Потрясающая рекомендация! Ну-ка, введи ее сюда, пока не поротую, но уже подлую!» Женщине было под тридцать, рослая, статная, с небольшой, но высоко вздернутой грудью. Она попросту не могла не привлекать к себе внимания мужчин. Настоящая русская красавица, о которых в станицах говорят «писанная кровь с молоком». Но поскольку такая не вызывать раздражения у соперниц тоже не могла, Григорий вполне согласился с Сото. Выглядела она и осень-то подлой зенсиной. Налитые щеки ее все еще сохраняли былую девичью свежесть, а самовал лица подтверждал ту истину, что некоторые коренные сибирячки действительно до седьмого колена не имеют в себе ни капли азиатской крови. Едва заметная ямочка на левой щеке очевидно досталась ей в наследство от той славянской девы, которая, уйдя в Сибирь вслед за своим воином, стала основательницей нового сибирского рода. «Кто такая?» — лениво поднялся атаман со своей низенькой тахты. «Елизавета Власьевна, вдова поручика Кондратьева», — взволнованно мяло платочек сибирячка. «Какого еще поручика Кондратьева? Не припоминаю». «Да вряд ли вы вспомните его. Муж мой служил как бы в личной охране адмирала Колчака, но он знал вас с самой лучшей стороны, господин атаман, и как-то сказал мне, что если с ним что случится, то я могу обратиться к вам». «Ах, да, Кондратьев!» — вдруг освежил память генерал. «Казак Рубака! Неужели погиб? Хотя, да, сколько их полегло! Что же, сабельно, сабельно! Ну, садитесь, Елизавета Васильевна!» «Власьевна!» Безо всякого кокетства уточнила неожиданное гости. «Вся в черном. Шаль, платье с изысканным декольте, прозрачная вуаль из тех, которыми все еще продолжали шокировать китаянок некоторые белогвардейские барышни. Она пришла сюда вдовой, и вдовой во всей строгости своей одинокой безутешности намерена была отсюда выйти. Поняв это, атаман сразу потерял к ней какой-либо сугубо мужской интерес. Он никогда не считал себя отпетым бабником и вполне допускал, что в жизни могут встречаться дамы со строгостями, но воспринимал их лишь до тех пор, пока они оставляли надежду. Женщина, не подающая абсолютно никаких надежд, сразу же переставала существовать для него. «Садитесь же, вдова Елизавета!» не стал он повторять ее отчество, и голос сразу же стал жестким. «Какая такая просьба ко мне?» Прежде чем ответить, Кондратьева проводила взглядом Сото, только сейчас решившую, что при разговоре атамана с дамой делать ей, собственно, нечего. Однако, уходя, японка вскользь, но довольно пристально осмотрела, буквально прощупала взглядом всю фигуру женщины. Семенову почему-то показалось, что сделала она это не только из ревности. «Я, господин атаман, только недавно перебралась сюда, в маньчжурские края». «Откуда перебрались?» «Из Монголии». «Если надеетесь получить финансовую поддержку, то на меня прошу не рассчитывать. Увы, штаб армии настолько стеснен в средствах, что почти не располагает какой-либо возможностью». Кондратьева уселась в низенькое кресло-качалку и, шаловливо покачавшись, озарила атамана с нисходительной улыбкой. «Вы не так поняли меня, генерал?» «Благодаря поддержке и попечительству отставного полковника Жуховицкого?» «Не имел чести», поспешил откреститься атаман. «Вы невнимательны», мило улыбнулась Елизавета. «Я сказала, что речь идет об отставном полковнике, вместе с которым я держала довольно солидную факторию в Монголии и с кем прибыла сюда. Так что теперь перед вами сидит довольно обеспеченная женщина». Вальяжно расправила она белую кружевную бабочку, украшавшую вырез платья. «Это другой фасон», проворчал Семенов, признательно вздохнув. «Он устал от несметного количества просителей финансового вспомоществования, среди кого всегда появлялось немало казачьих, особенно офицерских вдов, и прежде всего устал сочинять отказы. Так вот, до нынешнего дня я дожила достаточно состоятельной, настолько, что и сама время от времени могу жертвовать. Правда, в довольно скромных размерах, тем не менее». Полусонные глаза Атамана несколько оживились. Однако не так, чтобы окончательно разогнать навеваемую присутствием вдовы убийственную скуку. Он, с сожалению, взглянул на дверь, из-за которой исчезла японка. «Да чего же зряшно уходит время? Не могли бы вы излагать свою просьбу короче и яснее, мадам? В чем, если конкретно, суть вашего прошения и цель визита? Как вдова офицера, прошу ходатайствовать перед местной администрацией о содействии в некоторых моих деловых начинаниях. Мне приходилось слышать, что вы обращались с подобным ходатайством, касающимся других офицерских вдов. «Я только тем и занимаюсь, что сочиняю всевозможные ходатайства, мадам!» Кончилось терпение Атамана. «В основном вдовье, поэтому попрошу конкретнее. В чем ваша просьба? Где сама бумага?» Она за дверью, в небольшом чемоданчике, рядом со шкатулкой, которую вместе с кое-каким содержимым хотелось бы преподнести вам в дар. Не сочтите за подношение, исключительно в память о погибшем поручике. «Разве что в память!» полусонно пробормотал Атаман. «Дело в том, что ваша японская подруга, сожительница или кем она приходится, потребовала, чтобы корзинку я оставила в прихожей. Теперь, с вашего позволения, я возьму ее. Не надо что-либо сочинять. Об этом позаботился мой юрист. Достаточно вашей милой подписи». Семенов посмотрел вслед вдове и похмельно повертел головой. Он отказывался что-либо понимать. А еще ему хотелось знать, куда девался адъютант, который в минуты свидания с Сото и на пистолетный выстрел не должен был подпускать к нему каких-либо просителей. И куда исчез водитель, он же штабс-капитан Фротов, на кого генерал полагался, как на телохранителя. Какое ходатайство! Какой полковник Жуховицкий! Какая шкатулка в соболях-алмазах! Впрочем, о шкатулке вдовы вопрос отдельный. Вначале ее следовало увидеть. Вдруг и в самом деле. «И я и могу отдать заинстве на ее вести?» Появилась в просвете двери соблазнительная личика япошки. «Можешь, Сото, можешь! Что вы тут затеяли? Не тяни время! Его и так в обрез!» «И осень-то хорасу атамана!» Несколько минут не было их обеих. Когда же Кондратьева наконец появилась, в руках у нее желтела небольшая кожаная сумка с аппликацией и металлическими заклепками, наподобие тех, которыми любили щеголять маньчжурские модницы, устроившиеся в какие-либо государственные учреждения. «Как и обещала, я не займу у вас и пяти минут!» положила вдова перед атаманом два листика с отпечатанным на машинке текстом на русском и китайском. Причем легли они на украшенную серебряной вязью и резьбой деревянную шкатулку. Пока атаман искал свои очки и, поднося прошение поближе к окну, разбирался в его сути, вошла Сото. Опустившись перед столиком на колени, она поднесла генералу и его посетительнице стоявшие на подносе ароматно-дымящиеся чашки. Семенов знал пристрастие маньчжура к чаю из трав, но, угощаясь им, каждый раз задавался непраздным вопросом, на каком таком зелье на этот раз настояли его местные мастерицы отрав и всевозможных ядов. Вот и в этот раз командующий на мгновение оторвал сочтение, чтобы взглянуть на Сото, и замер. Прямо на него смотрела дула пистолета. «Все, атаман Семенов!» озарила свое лицо бледной улыбкой, высокогрудая вдова, поднимаясь со стула и отходя к двери. «По приговору народного суда именем советской власти!» Нажав на спусковой крючок, террористка сразу даже не сообразила, что щелчок получился холостым. Заметив коварную ухмылку японки, она тотчас же перевела ствол на нее и вновь нажала на крючок. Раз, второй, в третий не успела. В лицо ей полетела чашка с горячим чаем. И пока, ослепленная парящей жидкостью, женщина металась по комнате, пытаясь прийти в себя и найти дверь, Сото бросилась к ней, захватила руками ноги и, ударив головой в живот, сбила на пол. На пронзительный визг, которым она вслед за этой атакой огласила половину отеля, в номер ворвались два маньчжура в штатском и вытолкали террористку сначала в другую комнату, а затем и в коридор. «И осень-то испугался?» встревоженно поинтересовалась Сото, опускаясь на колени перед главкомом и кладя на стол перед ним пистолет Кондратьевой. Атаман неловко вертел головой, глядя на японку ошарашенными покрасневшими глазами, и мычал что-то воинственно нечленораздельное, усиленно пытаясь прийти в себя. Он был поражен тем, что только что произошло. Как глупо! Не по-армейски оказался он на грани гибели. Недостойный его, рубаки-атамана, гибели. Вот что прежде всего потрясло Семенова. «Я же говорила, господина генерала, что там и осень-то подлая Зенсина!» проворковала Сото, озаряя лихого генерала извиняющейся улыбкой. Все еще не овладев собой, Семенов, тем не менее, уже стоял у двери в соседнюю комнату, с пистолетом в руке, готовый к любому развитию этой трагикомической сцены. «Кто это стервоза недорезанная?» рычал он, поводя пистолетом, то в сторону Сото, то в сторону насмерть перепуганной горничной, которой выпало убирать осколки чашек. «Кто ее подослал сюда? И вообще, кто устроил весь этот бедлам, этот хреновый спектакль с незаряженным пистолетом? Я вас спрашиваю!» «И это не есть хреновый спектакль!» вежливо кланялась Сото. «А что же, по-твоему?» «Это было покушение, и вы сейчас увидите!» Девушка степенно вышла в переднюю и спустя несколько секунд вернулась, держа на ладони россыпь патронов. «Пистолет и был зарязан! И настоящий боевой пистолет, атаман может посмотреть его!» указала она пальчиком на оружие террористки. «Да вижу, что не игрушечный!» Атаман и в самом деле взял в руки Маузер, повертел его перед глазами, понюхал пахнущий ружейный смазкой ствол. «Пока русская Зенсина улыбалась вам, я украла все патроны», ослепительно улыбалась Сото, и предупредила охрану отеля. «Так ты знала, что она пришла убить меня?» «И нет, сначала не знала, а потом нашла пистолет и знала. Вот!» протянула атаману ладошку с патронами. «Почему же ты ее сразу не пристрелила? Или сразу же не сообщила мне?» «И затем...» безостановочно кланялась и улыбалась Сото. «Вы не верили, Сото, что она подлая и Зенсина? Если бы я вошла с пистолетом, эта Зенсина отказалась бы от него». «Но у нее мог быть и второй пистолет». «И Сото не позволила бы подлой Зенсине достать второй пистолет», решительно заявила лейтенант Кемпейтай. «Поэтому я и вернулась в комнату. А если бы эта подлая Зенсина достала пистолет или нож, то Сото бы сделала вот так». Едва приподнявшись, японка вдруг вскрикнула и, раскручиваясь на лету, продемонстрировала какой-то невероятный прыжок, в котором ударом ноги, очевидно, способна была не только выбить из руки залетной вдовушке пистолет, но и снести ей голову. «Мать твою, соболях-алмазах!» восхитился атаман со свойственным ему походно-казарменным аристократизмом. «Сабельно, сабельно!» Ему, конечно, приходилось видеть подобные приемы, и русских курсантов диверсионной школы пытались обучать японские мастера дзюдо и карате, но никак не ожидал увидеть один из самых сложных в исполнении этой хрупкой девицы. «Я не позволила бы этой зенси не стрелять, сото не позволила бы мадам Кондратьевой убить атамана!» Глава двадцать девятая Полковник Дратов прибыл с тем небольшим опозданием, которое вполне позволяло командующему пристрелить его тут же, на месте, изложив в нескольких матершинных словах и свое недовольство, и текст окончательного приговора. «Что случилось, атаман?» Ошалело торчал адъютант на пороге номера с саблей в одной руке и пистолетом в другой. «Там взяли бабу и водителя, который дожидался ее. Говорят, эта гадина пыталась застрелить вас. Лучше скажи, где эта скотина Фротов?» — поиграл стволом генерал, не желая возвращать его в кобуру. «Сюда его!» «Он у машины, с террористкой разбирается». «Это я с ним сейчас разбираться буду! Сюда его!» Однако звать Фротова не пришлось. Он уже явился. Растерянный, взъерошенный и тоже с оружием в руке. Завидев тело хранителя атамана, Сото предусмотрительно прошмыгнула у него под локтем и молча покинула номер. «Где вас носит, унтер-офицер?» Хотя японская контрразведка уже хорошо знала, что собой представляет водитель командующего и каков его настоящий чин, штабс-капитан Фротов все еще прикрывался погонами унтер-офицера, что всякий раз, когда командующий был зол, позволяло ему подчеркнуто низвергать своего тело-хранителя до чина, засвидетельствованного лычками. «Да, мы только что увезли, господин генерал. Не думаю, чтобы она была подослана красными». «А кем же?» «Подозреваю, что подослали сами японцы». Штабс-капитан оглянулся, не появилось ли СОТО, предусмотрительно оставившее их в сугубо мужской компании. Слишком уж все подлакировано было. «Ты что, Фротов, думаешь, что говоришь?» «Именно потому, что думаю, а не полагаюсь на первую попавшуюся версию». Семенов сел за столик, пригласил к нему адъютанта и Фротова, и несколько минут молча, с нескрываемой брезгливостью, смотрел на чашку САКЭ. «Что говорит сама вдовушка, если только она в самом деле офицерская вдова, а не уличная подстилка?» «Пока ничего не сказала, визжала и вырывалась. Но это пока, потом заговорит». «Тогда какие у тебя основания, винить японцев?» Наконец поднял атаман глаза на своего телохранителя. «Какие основания утверждать, что эта сука хотела разрядить в меня весь магазин по заданию их разведки?» Стукнул он по столу рукоятью Маузера. «Но ведь я не утверждаю, что целью этой красотки было убить вас». «Тогда что же ты утверждаешь?» Фротов нервно взглянул в сторону полковника. Он терпеть не мог, когда при их беседе с командующим присутствовал кто-либо третий, пусть даже адъютант. «Сидеть!» приказал командующий Дратову, когда тот приподнялся, чтобы выйти. «А ты, штабс-капитан, шароварами перед нами не ерзай и подозри незряшных, не разводи в соболях-алмазах!» «Может, ошибаюсь, но мне кажется, что эту бабенку подослали специально для того, чтобы укрепить ваше доверие к их агенту, к японке, к лейтенанту контрразведки Сото!» Брови Семенова поползли вверх. Сюжет, который раскрутил перед ним Фротов, пока что совершенно не вписывался в его понимание того, что здесь только что произошло. Он, конечно, не сомневался, что Сото работает на японцев. Да, она и не отрицала этого. Но укреплять доверие таким способом... Тем более, что он давно смирился с ее присутствием. «А если нет?» неуверенно спросил Семенов. «Если все не так, и Сото действительно спасла мне жизнь. Тебя, штабс-капитан, здесь не было. Террористку эту ты проморгал, а Сото оказалась рядом, заставила ее оставить свои вещи в предбаннике, обшарила их и вовремя разрядила пистолет. Может, это тебя и задевает?» Пока продолжался этот диалог, адъютант одним за другим раскурочил три патрона и высыпал на стол порох, доказывая, что все они были боевыми. «Не скрою, задевает, но все же в спектакле, устроенном японцами, задействованы было две крепостные актрисы Сото и Кондратьева», повертел между пальцами одну из пустых гильз штабс-капитан. Даже после этой молчаливой демонстрации Дратова отказываться от своей версии телохранитель не намерен был. С той только разницей, что японка была посвящена во все тонкости замысла своих шефов, а Кондратьеву использовали вслепую, не объяснив, кто такая Сото и как она может повести себя во время ее визита к атаману. «А я уверен, что японка здесь ни при чем. В таком случае прикажите своему адъютанту заказать портрет Сото у лучшего художника Маньчжурии, чтобы повешать его рядом с иконой Богоматери, поскольку получается, что именно ей вы обязаны спасением своей жизни». «А что, и придется заказать». «Подсказать имя портретиста?» «Как думаешь, стоит мне официально обращаться по этому поводу в японскую контрразведку?» «Как ни в чем не бывало, сменил тему атаман». «Бессмысленно. В любом случае нужно воспринимать события так, как они нам преподнесены. Подробности попытаюсь выяснить по своим каналам». «А что, если подослали ее красные или свои же беляки?» «Вряд ли. Хотя все может быть. Долго вдовушка не продержится. Заговорит». «Но заговорит лишь в том случае», напомнил штабс-капитан Удратов, «если ее действительно подослали красные китайцы, маньчжуры или кто-то из своих же завистников. Если же сами японцы, то она сегодня же повесится в камере. Или же ее заставят давать такие показания, какие будут выгодны японской контрразведке. Не надо было отдавать ее их военной полиции». «Ничего не поделаешь, нагрянул полицейский патруль». «Что тоже подозрительно», обронил адъютант. «А по договоренности всех диверсантов мы обязаны передавать японской военной полиции. Разве не так?» обратился штабс-капитан за поддержкой Катаману, пытаясь игнорировать замечание полковника. «Может, и сам уже на япошек работаешь в соболях-алмазах?» прохрепел Семенов. «Лучше сразу сознайся». «А все мы, вся армия, кому служим, не японцам?» огрызнулся Фротов, и кресиное узкоскулое лицо его покрылось багровыми пятнами. «Тогда что мы здесь пытаемся выведывать друг у друга? Кого изобличаем?» «Работает», решил для себя Атаман, поражаясь, однако тому, сколь резко отреагировал штабс-капитан на его попытку такого полушутливого удара в спину. «Верный знак, что продался скотина». «Мы служим свободной России», горделиво вступился за командующего полковник Дратов. «Японцы всего лишь наши временные союзники и не более того». «Ответ достойный адъютанта командующего», осклабился Фротов. «Вот именно, достойный». «Зря теряем время, ваше превосходительство», не снизошел Фротов до дальнейших объяснений с адъютантом. Он всегда считал, что полковничий чин Дратова нивелирован был его ничтожной, унизительной для боевого офицера должностью. Как только эту даму возьмут в разработку следователи японской контрразведки, сразу все станет ясно. «С вашего позволения, господин командующий, я буду докладывать каждые три часа». «Не реже, поручик». То ли оговорился, то ли умышленно вернул его к прежнему чину генерал-атаман. «Не реже, лично прослежу». Глава тридцатая «Однако ни опереточное покушение, ни весть откуда появившиеся вдовы Кондратьевой, ни подозрения, ни щадно падавшие на Сато, не могли заставить генерала отказать себе в том божественном удовольствии, которое дарило ему каждое свидание с японкой. Мало ли кто и сколько раз пытался убить его и в Первую мировую, и во время революции, и в гражданскую, стоит ли из-за этого ударяться в прострацию? К тому же, как только адъютант и фротов ушли, вновь появилась ангельская личика мило улыбающейся Сато. «И звали меня господина генерала?» «Еще как звал», искренне ответил Семенов, хотя имени ее не произносил даже мысленно. «И Сато отсутствовало, сто звали». Уселась она у ног атамана с покорностью рабыни, готовой подчиниться любой прихоти повелителя. С той поры, как командировка в Европу была отменена, женщина ни разу не появлялась перед ним в форме лейтенанта японской армии. И не только потому, что ей не нравилось ходить в мундире, судя по всему, ей приказано было изображать верную традициям и своему повелителю японку, этакую профессиональную жрицу любви. И Сато мужественно и умело вела эту роль. Она и впрямь была неплохой любовницей, да к тому же старалась не переигрывать, как это любили делать русские проститутки. К тому же Григорий очень часто ловил себя на мысль, что девушка все больше привязывается к нему и надеялся даже влюбляется. Сколько же искренности было при этом в чувствах к нему. Где заканчивалась любовная игра и начиналось естественное влечение, не знал даже Господь, поэтому Семенов не пытался предаваться сомнениям и ревности. Хотя он давно не жил со своей официальной женой, создавать новую семью не собирался, всякий раз говоря себе, ни ко времени в соболях-алмазах, причем никогда не забывал, как быстро стареют японки, китаянки и прочие азиатки, и какими страшненькими они становятся уже после тридцати пяти. Но ведь самой Сато до этого еще далеко успокаивал он себя, да и ты уже не первой молодости. Пей не применил воспользоваться своей властью над этим хрупким, но решительным созданием командующий. Пей и молись в соболях-алмазах. Сато взяла чашечку с саке, смочила губки, показывая, что нет такого, в чем бы она решилась отказать генералу. Потом ту же чашку поднесла ему. И пей, да, молись в соболях-алмазах, да, щурила шоколадки лукавых глаз, и видишь, Сато хорошая утенится в соболях-алмазах. Тя и не отравлен. Теперь я и в этом не уверен. Значит, это ты вынула обойму из пистолета той стервозы, что хотела полить в меня? И пока она показывала тебе свое... приставила растопыренные ладошки к почти крохотным грудкам Сато. Свою грудь, что ли? И осень табальцы и груди. Тогда ты еще не видела по-настоящему грудастых пышных казачек. Мечтательно сощурил глаза атаман. И как эти бабы пьют, и как промеж собой дерутся, и как поют. Ты еще много чего не видела на своем веку. Пока ты смотрел на эти и осень табальцы и груди, Сато смотрела ее подарки. Если она и хотела дарить пистолет, да зачем было дарить его с патроном в патроннике, да? Значит, ты никогда раньше не видела этой вдовы и не знала, что она придет сюда? Не видела и не знала, решительно покачала головой Сато, понимая, что, несмотря на всю свою влюбленность, атаман все же решил устроить ей настоящий допрос. Девушка знала и то, что настроил против нее генерала никто иной, как штабс-капитан фротов, противостояние с которым она до поры до времени облекала в форму деликатных намеков, пока что только намеков, хотя ей не раз хотелось предстать перед своим белогвардейским коллегой с пистолетом в руке без какого-либо налета театральности. То есть это был не спектакль? Это был не с трудом смогла повторить новое для себя слово Суто, возможно, даже не догадываясь о его истинном смысле. Понимаешь, что я скажу, девка моя разлюбезная? Если ты действительно знала об этом покушении или оно подстроено с твоим участием независимо от того, кто именно подсунул мне Кондратьеву, лучше признайся, это останется сугубо между нами. Я не знала и не могла знать об этом акте. Вдруг твердо, без сюсюканье и почти на чистом русском ответила Суто, сознайся и все, отношения наши не изменятся, просто для меня важно знать правду. Не знала и не могла знать, и не спрашивайте меня больше об этом, ответ будет тот же. Семенов угрюмо помолчал, не нравилось ему все это, дело даже не в пережитых неприятных минутах. У него было предчувствие, что сегодняшнее покушение, независимо от того, насколько серьезно его следует воспринимать, может стать началом некой совсем черной полосы его великого маньчжурского сидения, что силы, которые не желают видеть его во главе русского эмигрантского движения на Дальнем Востоке, не только укрепились в своем стремлении, но и вплотную подобрались к нему. Неужели стервоза Кондратьева действительно направлена красными убрать меня? Но почему ставка сделана именно на эту истеричку? Не могли подослать кого-то посолиднее, а? Истервоза, да, хотела убить. Я могла пристрелить ее сразу же и как только нашла пистолет, но тогда и вы не поверили бы, что она стервоза. Григорий допил саке из своей чашки, затем из чашки поданной ему сото, опустошил еще две, но и после этого не ощутил ничего, кроме приторной тошноты, еще раз утверждая свои давнишние мысли, выпить литр японской водки для русского человека все равно, что переесть миску недоваренной рисовой каши. Ничего, я узнаю, кто мне подбросил эту тварь, недовольно проворчал он, оставляя стол, у меня и своих наемных убийц хватает, того и гляди, какой-то доморощенный камикадзе выскочит. Теперь вы должны быть особенно осторожны, господина генерала. Да тут дело такое, осторожничай, не осторожничай. Но теперь рядом и всегда будет сото, вы будете осторожны, господина генерала, и сото будет осторожно. Все же я докопаюсь до правды, каковой бы она ни была, проговорил атаман, думая сейчас не столько о безопасности своей, сколько о месте. Женщина за руку увлекла его в соседнюю комнату. Здесь, едва переступив порог, японка сразу же начинала чувствовать себя императрицей Циси, коварной в своей нежности и обольстительной в коварстве. Она становилась ненасытной в наслаждении, отдаваясь мужчине до капли, и жадной на всю ту буйную энергию, которой безоглядно лишала и его, и себя. Усадив атамана на низенький топчан, сото не сняла, а извиваясь всем телом, буквально выползла из пестрого халатика, словно змея из собственной кожи, и, обхватив руками голову Григория, все тянулось и тянулось ввысь, приближая к его лицу чуть влажный бутон тысячи утренних тайн, пьянящий восточными сладостями и чистотой изначально греховного тела. «И тебе не нужно ничего копать, атаман», прошептала девушка так, словно вместе с бутоном доверяла ему еще и тайну своей судьбы. «Это дни епоски подослали к тебе зенсину камикадзе, как ты думаешь? Епоски подослали не ее, они подослали меня, епоску». Слово «епошка» явно нравилось Сото, не подозревавший, что оно может восприниматься как унижение. В ее произношении оно приобретало какой-то особый шарм. «Тебя, говоришь в собелях алмазах, это для меня не новость, но ты подослана вообще, а речь идет о том, что вдова подсунута была сегодня, специально для покушения». «И Сото тоже подослана сегодня, специально для покушения». Атаман озадаченно посмотрел на возлюбленную. То ли он слишком устал, то ли чего-то не способен был понять. Он уже не удивлялся привычке Сото попугайничать, тем более повторяя слова девушка в то же время старалась придать им свой особый смысл, порой совершенно противоположный тому, который вкладывал в них Семенов. «Что же ты молчала?» «И чтобы ты знал, что умею молчать», с особой тщательностью старалась выговаривать она звук «Че». «Почему же теперь заговорила?» «И чтобы ты знал, умею говорить». «Не вилей хвостом в соболях алмазах. Зачем нужно было поцелать тебя? В штабе квантунцев мне уже не доверяют?» «Вам, господина генерала, доверяют. Не доверяют многим из тех, кто вокруг вас». Семенов откинулся на спинку кресла и, запрокинув голову, с минуту смотрел так в потолок. Японка помнила, это его традиционная, даже, возможно, ритуальная поза. В ней атаман впадает то ли в глубокие раздумья, то ли, наоборот, предается бездумной медитации. «А ведь начальники твои прекрасно знают. Если я начну подозревать свое ближайшее окружение, мне конец, и всему штабу армии моей конец, мы попросту перегрыземся, как стая взбесившихся волков». «И как стая волков, да», лучезарно улыбнулась Сото, точно так же, как убеждала недавно атамана сделать себе харакири. «Так почему тебя подослали сегодня? Ответа так и не услышал». «И в штабе знали, что вас хотят убить, господина генерала». Григорий вновь запрокинул голову, пытаясь что-то ответить. Однако Сото шаловливо, хотя и довольно настойчиво, привлекла его к своему телу. «В бутоне тайн и нет смерти», назидательно объяснила она стареющему генералу, «там есть только жизнь». «Спасибо за науку, но мы сейчас не о том говорим», пытался атаман вырвать свою голову из цепких рук девушки. «Не о том, да, русские присылают Зинсину, чтобы убить вас, епоски присылают Сото, чтобы любить вас, да, и что лучше, господина генерала». «Ты не мудри, не мудри, в соболях алмазах, если в разведке квантунской сидели? Союзники мы или уже не союзники? А теперь я в вечных должниках у тебя ходить должен». Это был не вопрос, это было признание мужчины своего обречения на вечную любовь и безграничную признательность. Командующий сидел на тахте, по-восточному скрестив ноги, а Сото, все более распаляясь его близостью, постепенно взбиралась на него, грациозно забросив ему за плечо сначала одну ножку, затем вторую, изгибаясь в неподражаемом инстинктивном танце живота. В перерывах между встречами с ней Семенов, чувствуя, как любое расставание становится все томительнее и невыносимее, не раз пытался определить место этой девушки в своей жизни, и каждый раз ловил себя на мысли о том, что японка давно перестала восприниматься им в пределах таких понятий, как любимая подруга наложница. Их свидания становились для него наградой за все те поражения честолюбия и эмигрантское унижение здесь, на чужой земле. Изысканные ласки Сато открывали перед ним свои сокровенные таинства, словно великое вифлеемское озарение. Смиренная покорность их неминуемо перерастала в азартную игру неистующей плоти, чему любовники предавались с обреченностью самоубийц до полного изнеможения. Зато вслед за тем наступало истинное наслаждение собственным бытием, что сродни бытию внеземному. Глава 31. Военные миссии ожидали начальник разведывательного отдела штаба квантунской армии полковник Исимура и его переводчик капитан Кураки «Нам стало известно, господин генераль, что вы проявляете все большую нетерпимость к политике японского правительства в Маньчжурии. Нам стало известно». Призрительно опущенной уголке губ капитана застыли в оскорбленно возмущенной мини, выражение которой на лице хозяина обязывало Семенова вспомнить, кто есть кто, то есть кому казачок служит и кем оплачиваются все те загулы и увлечения, которыми он скрашивает свое великое маньчжурское безделие за спинами японских солдат. «Не могу понять, о чем вы, господин полковник», обратился командующий к Исимури, поскольку капитан начал с перевода его слов. «Ваши офицеры и вы лично постоянно возмущаетесь по поводу того, что квантунская армия не начинает наступление и даже не собирается переходить русскую границу», продолжал уже сам Кураки. Ситуация с переодеванием генерала Судзуки была опатовая. Всем было давно известно за кулисье, да и для капитана не оставалось секретом, что он давно раскрыт. Тем не менее, тот предпочитал выступать в роли вежливого чинопочитающего переводчика, давая понять, что игра эта предназначена для всех офицеров, политиков и коммерсантов, с которыми ему здесь приходится иметь дело. А еще он предпочитал демонстрировать полное пренебрежение к тому, известно ли командующему, кто перед ним или неизвестно. «Армия на то и армия, господин капитан, чтобы жить с войны, а не с подачек в соболях-алмазах», переминался Семенов с ноги на ногу, ожидая, когда восседавшие в плетеных креслах японцы великодушно предложат ему присесть. «Воюет не армия, воюет император», назидательно объяснил Исимура, прекрасно понятый Семеновым и без переводчика. К тому же существует разработанный генштабом и самим императором утвержденный план ОЦУ. Вы знакомы с этим проектом? Примечание. План ОЦУ – это план войны с СССР, разработанный японским генштабом еще в конце двадцатых годов прошлого столетия. После начала Второй мировой войны японское командование придерживалось плана Канта-Ку-Эн, который условно можно было бы назвать планом воинственного нейтралитета. Примечание автора. Конец примечание. «Знаком-то я знаком, но…» иронично подергал левой щекой Семенов. Он прекрасно помнил, что в соответствии с тем планом его пятнадцатитысячная к тому времени армия, которую поддерживали не только японцы, но и Чан-Кайши, должна была прорвать советскую границу в районе Могоча и повести наступление в направлении Якутска. Затем, перегруппировавшись и пополнившись людьми из русских поселений в Верховьях Лены, он должен был бросить свои части на Байкал, полностью парализовав при этом байкальский участок Сибирской железной дороги. Кроме того, в Якутии ему следовало создать отряды местных национальных сил, постепенно очищающих всю республику от красных и провозглашавших независимую территорию под протекторатом Японии, а в Прибайкалии вобрать в состав армии отряды бурятов и монголов, с помощью которых ему позволялось создание в Великой Даурии. Этот план очень нравился барону Сухантону, в свое время одному из адъютантов императора Николая Второго. Он даже не прочь был стать правителем независимой Якутии, которая бы со временем основала костяк Сибирской России, или возглавить ее правительство. Причем тогдашний командующий Квантунской армией генерал Тачибана тоже был настроен решительно. В Гражданскую он командовал японской группировкой войск в Сибири, неплохо знал Преамурье, а главное стремился взять реванш у Красных. Семенов не сомневался, что именно этот генерал станет имперским наместником Сибири, поэтому постарался наладить с ним самые тесные отношения. Примечания. Существуют сведения о том, что тогдашний командующий Квантунской армии генерал Тачибана сам был инициатором налаживания связи с Семеновым и радовал за совместный поход в Россию. Примечание автора. Конец примечания. Со временем его сторонником стал и начальник штаба Квантунской армии полковник Итагаки, дружба с которым открывала двери в офицерское общество японцев Сакуракай. Примечание. Общество Сакуракай Вишня объединяло наиболее воинственно настроенных офицеров Квантунской армии, мечтавших о создании новой Японской империи Великая Азия. Примечание автора. Конец примечания. Кстати, благодаря Итагаки атаману удалось познакомиться с военным министром располагавшегося в Нанкине правительства Чанкайши с заместителем этого правителя Хоиншином, который тоже обещал помочь как минимум десятью тысячами штыков, хотя его германские советники были решительно против этого, поскольку участие в данной операции даже в качестве советников могло осложнить отношения между Красной Россией и Германией. То есть атаман Семенов делал все возможное, чтобы план отцу хоть в какой-то степени начал осуществляться, но, увы, штаб Квантунской армии не может начать наступление, пока не будет получен приказ, вновь перехватил инициативу Кураки. Но этого приказа, судя по всему, так и не поступит, а война с германцем вот-вот закончится в соболях-алмазах, ожесточился Семенов. Коль уже эти япошки решили наступить на его душевные мозоли, пусть выслушают все, что он о них думает. Война может закончиться еще раньше, чем вы предполагаете, может закончиться, Судзуки Кураки оставался верным своей привычке повторяться. Примечание. Японцы не только предпринимали попытки уговорить руководство Рейха заключить сепаратный мир с Россией, но и предлагали свои посреднические услуги. Эти дипломатические усилия японского правительства ставили в очень невыгодное положение штаб Семенова. Атаман понимал, что предметом торга неминуемо станет и его армия. Примечание автора. Конец примечания. Еще бы! Ваш министр иностранных дел Сигиницу постарается. Вместо того, чтобы навалиться на Дальний Восток и пока большая часть советских войск увязла в сражениях на Западном фронте диктовать здесь свою волю, господин Сигиницу все пытается убедить Гитлера, что ему во что бы то ни стало, следует заключить с коммунистами почетный мир. Да, почетный мир. Судзуки то ли подтвердил, то ли переспросил, главком так и не понял. Какой офицер русской освободительной армии способен осознать такое? И как я могу объяснять это своему воинству? Но объяснять-то все равно должен в соболях алмазах. Переводчик и полковник Исимура мрачно переглянулись, но лица их продолжали оставаться непроницаемыми. Будь на их месте русские, они бы уже выматерили меня и выставили, растолковал смысл их мрачности генерал. Однако это его не остановило. «Кстати, мне хорошо известно, что в Германию со специальной миссией отбыл контр-адмирал Кодзима», решил добить их своей информированностью Семенов. «Поэтому я не удивлюсь, узнав, что он запросил унизительного мира». Эти сведения контр-разведчикам Фротова удалось заполучить из разговора под пьяную руку двух японских генералов, а потому Семенов не сомневался, что информация секретна и должна произвести на квантунцев должное впечатление. Примечание Контр-адмирал Кодзима являлся командиром японского крейсера и прославился во время морского сражения за Сингапур. В Германию он прибыл в 1943 году и оставался там почти в течение года, но к фюреру допущен так и не был. Об этом сохранилось письменное свидетельство. Примечание автора. Конец примечания. Контр-адмирал Кодзима действительно был послан в Германию для переговоров с фюрером, признал капитан, крайне удивляясь тому, что Семенову известно об этой акции. Почему это вас тревожит? Потому что японский контр-адмирал прибыл в рейх не для того, чтобы развивать военное сотрудничество с германским флотом, а для того, чтобы предлагать себя в качестве посредника в налаживании контактов между фюрером и премьер-министром Сигермицу. Для этого существует посол Японии в рейхи. Премьер-министр не желает вмешивать посольство в эти переговоры. Они и должны быть неофициальными. Причем смысл их заключается в том, как я уже сказал, чтобы убедить фюрера помириться с Россией. Это сразу же превратило бы в союзника России и саму Японию, превратив русско-манчжурскую границу в мирный тыл. Семенов умолк, прекрасно понимая, что сказал слишком много лишнего. Но японцы по-прежнему смотрели на него невозмутимо, ожидая, может он добавить что-то еще. Прошло не менее двух минут, прежде чем Судзуки вновь заговорил. Контрадмирал прибыл и в рейх на подводные лодки еще в прошлом году. Он прибыл. Теперь вы знаете все. Более того, знайте от нас, господин Семенов. Нам бы не хотелось, чтобы мы когда-либо возвращались к этой теме. Нам бы не хотелось. Вообще когда-либо, проворчал Исимура, оставаясь крайне недовольным претензиями командующего. Как шеф разведки Квантунской армии, он чувствовал себя ответственным за то, чтобы русские генералы, нашедшие приют в Маньчжурии, всегда четко знали свое место и не смели того, чего вообще в принципе не имели права сметь. В этом мире не все происходит так, как хочется императору, миролюбиво свел на нет остроту ситуации Судзуки. Мы же должны молиться, чтобы императору всегда хотелось того же, чего хочется Богу. В собалях и алмазах сорвалось в поддержку этого монашеского норовоучения у Семенова. Советовал бы вам прочесть статью бывшего военного министра генерала Араки в армейском журнале Кайдзо. Она называется «Миссия в эпоху Сева». Перевод ее на русский будет предоставлен вам адъютантом господина Исимуры. Примечание. Эпоха Сева в японской историографии именуется период правления императора Хирохито. Такая статья военного министра Араки в армейском журнале Кайдзо действительно была опубликована, а затем горячо поддержана японским офицерским корпусом. Примечание автора. Конец примечания. «Мне известно, что именно эта статья легла в основу современной военной доктрины Японии. Много слышал о ней, но, признаюсь, не читал, поскольку в иероглифах ваших все еще не силен. В основу военной доктрины она легла вместе с меморандумом известного дипломата Сератори», вежливо наполнил Судзуки Кураки. «Кстати, текст его на русском языке вы тоже получите». «Премного благодарен». не без иронии процедил атаман, удивляясь тому, что союзники вдруг принялись просвещать его по военно-политической части. Глава 32 Атаман так и не уловил, по какому хитрому знаку капитана полковник Исимура понял, что он здесь лишний, но тот вдруг неожиданно поднялся и, вежливо откланившись, оставил двух генералов тет-а-тет. «Господин полковник Исимура утверждает, что его разведке неизвестны подробности похода ротмистра Курбатова, наиболее важные его факты и события». «Уже полковника Курбатова», уточнил Семенов, «все еще не мог простить укола по самолюбию, полученного в самом начале разговора». появилась официантка с подносом, сервированным для чайной церемонии. Мельком ощупав ее взглядом, командующий самодовольно признал, что этой лошадино-лицей далеко до его красавицы Сото, но сразу же подумал о том, что еще одна ссора и его епошка может исчезнуть навсегда. «Когда же это кончится?» мысленно возмутился он и тотчас же объяснил себе. «Только когда боги начнут сверять свои желания с желаниями его величества императора страны Даурии Семенова. Но тогда вновь возникает вопрос, когда же это настанет?» «Скажите, атаман», спросил Судзуки, «Вам известны подробности рейда маньчжурских стрелков Курбатова? Что за нападение он совершал? Откуда и какие эшелоны пускал под откос? Где отсиживался после операции и с кем контактировал?» «Сведения, поступавшие от наших агентов, засвидетельствовали лишь тот факт, что его группа с боями дошла до Байкала. О том, как именно он прошел Сибирь до самого Урала, можем лишь догадываться. Хотя то, что он и в самом деле прошел ее, уже факт. Где он потом бродил по российским равнинам, сие мне в Соболях Алмазах неведомо. Письменного отчета от него не поступало. До этого и не требовалось. А вот как реагировали на его появление в пределах Рейха германские газеты и власти, это нам, как и вам, господа, известно из газет. «Мы знаем, газетчики были восхищены», сухо признал Судзуки. «Они все еще восхищены», уточнил Семенов. «Верится, что и Европу этот казак тоже со временем одолеет, а возможно и Америку. Есть в нем что-то такое, не позволяющее поставить рядом с ним сотни других рубак? Есть!» В свое время и мы получили от одного из агентов сообщение, что появление Курбатова зафиксировано в Воронеже, в зоне действия нашей тамошней агентуры. Больше сведений не поступало, больше сведений. Но пока он странствовал, германцы отходили все дальше на запад. Возникало опасение, что переходить линию фронта Курбатову придется уже под Берлином. Это, знаете ли, сразу же свело бы на нет все наши усилия, свело бы на нет. Так что будем предпринимать в Соболях Алмазах? Послать еще одну группу, но уже через Казахстан? И что бы маршем, без диверсий? Вам нужно послать несколько групп, больших групп, не в Германию, а туда, за Амур, вновь заулыбался Судзуки. Мы создали армию Семенова здесь, а нужно было за Байкалом и на Дальнем Востоке. Но нам не удастся создать там целую армию. Кое-какое подполье, да небольшие отряды могут просуществовать месяц-другой, да и то лишь в ожидании наступления. Что не говори, а зимой в сибирских лесах долго не попартизанишь? Нужно формировать боевой корпус за Байкалом, въедливо улыбался собеседник, указывая корявым пальцем куда-то в пространство, словно бы и не слышал объяснений командующего. Когда начнет воевать корпус, армия Семенова тоже пойдет за Амур. Вы ведь этого хотите, генераль? Слово генерал Судзуки так по-настоящему и не освоил, хотя в последнее благодаря общению с белоэмигрантами русский его стал намного чище и богаче. Вот только слово генераль у него по-прежнему звучало на французский манер. И что мы там станем делать, позвольте вас спросить? Пока мы поднимем восстание, советы разделаются с Гитлером и перебросят к Амуру столько дивизий, что те сапогами нас затопчут, фронтовиков бросят, прошедших всю Европу, победителей. Какие силы я смогу противопоставить им, если ваша Квантунская до сих пор ни одного брода через Амур не прощупала? Мы вам поможем, господин генераль, мы дадим вам оружие, вы сможете мобилизовать свой русский резерв. Да они же предают тебя в собалях алмазах, вновь вспылил Семенов, поняв, к чему клонит Судзуки. Они вышвыривают тебя за дверь, как шелудивого пса на съедение голодной волчьей стаи. Вот чем они платят тебе за всю твою службу. Сабельно, азиат, вашу мать, сабельно. Коль уж выступать за Амур, то вместе, господин генерал, впервые за весь разговор употребил Семенов тот истинный чин, в котором пребывал мнимый переводчик. Генераль, удивленно переспросил переводчик, да, вы и есть тот самый генерал Судзуки, мне это прекрасно известно, и впредь давайте говорить, как генерал с генералом. Какое-то время он оцепенело смотрел на атамана, не зная, как следует реагировать на такое признание, затем неожиданно взорвался. Правильно, я генераль Судзуки, но впредь вы, генераль Семенов, будете знать только то, что вам надлежит знать. Сейчас надлежало знать, например, что я капитан-переводчик Кураки. Если передо мной все еще находится капитан Кураки, тогда разговора у нас не получится, закусил у дела и главком. С капитанами японской армии, да к тому же с переводчиками, я подобные темы не обсуждаю, и операции за Амуром тоже не планирую, не положено. Ранг и полномочия у капитана-переводчика не те, господин Судзуки, Кураки или как вас там на самом деле, тем более, что беседа наша проходит тет-а-тет. Японец понял, что русский атаман прав, однако еще какое-то время продолжал отрешенно всматриваться в пространство за окном, словно монах, входящий в глубинную стадию нирваны. «Правильно, беседа проходит тет-а-тет», наконец примирительно проворчал он. «Если же Квантунская армия продолжал выплескивать свой гнев Семенов, уводя Судзуки от болезненной для того темы конспирации, не собирается воевать с советами, тогда не спешите изгонять нас, белое воинство. Куда нам теперь? На погибель, что ли? Мы еще понадобимся вам здесь, в борьбе против китайских и маньчжурских повстанцев. Нам еще вместе придется сражаться и на Амуре, и на Сунгари. И не надейтесь, генерал, что разгромив германцев, большевики позволят вам, союзникам Гитлера, хоть полгода продержаться в Маньчжурии и вообще в Китае. Так что вы еще молиться будете на моих казачков, рубак, потому что ни в одной схватке с Красной Россией вам не устоять. Это вам я говорю, русский казачий генерал Семенов». «Когда русские разгромят германцев, мы с ними уже заключим мирный договор. Когда русские разгромят». В улыбке Судзуки не осталось уже ничего свидетельствующего о такте и традиционной сдержанности самураев. «Сталин не решится переходить Амур и начинать другую Великую войну, теперь уже в Азии. Так же, как мы не переходили Амур, когда он отступал к Москве». «Просто вы еще не поняли, господин генерал, что имеете дело с коммунистами в Соболях-Алмазах, для которых слово чести и верности договору абсолютно ничего не значит». «То есть вы считаете, они нападут на нас в любом случае?» предельно сузились глаза японца. Перегнувшись через стол, он приблизил свое лицо к лицу атамана. «Я в этом уверен в Соболях-Алмазах и не хотелось бы дожить до того дня, когда придется вспоминать о моем предупреждении, уже находясь в плену у красных в одном лагере с вами». Судзуки нервно рассмеялся и откинулся на спинку кресла. Предсказание относительно лагеря красных показалось ему на удивление забавным. «В плену?» вальяжно переспросил он. «Мы с вами? Я не терплю подобных пророчеств, господин генераль!» «А ведь Кураки Судзуки, мать его, все еще не желает понимать, что прорицание мое не так уж комично выглядит, как ему кажется», с грустью подумал Семенов. Зато в ходе этого разговора он окончательно убедился и в штабе Квантунской армии, и в управлении армейской разведки, и даже в правительственных верхах Токио так до сих пор и не уяснили для себя, какую непростительную глупость совершают, пытаясь в разгар Великой Войны отсидеться за Амуром, словно юродивые на пепелище. Глава 33-е Когда Суто появилась в номере Атамана, они бросились в объятия друг друга в таком порыве, в каком влюбленные обычно пытаются либо скрыть отчаяние близкой разлуки, либо возродить безнадежно угасшие чувства. Японка всегда преподносила собственное тело с каким-то особым артистизмом. Она не отдавалась мужчине, а одаривала его изяществом плоти, красотой, лаской и умом, но сегодня она превзошла себя во всем способном покорить Атамана. А главное, он, возможно, впервые поверил, что это уже не игра гейши и не профессионализм соблазнительница от контрразведки. За каждым конвульсивным движением ее бедер, томностью вздохов и полетом рук скрывается сокровенная чувственность. И теперь уже не было для генерала ничего запретного в таком плоде постельной любви и не существовало ни йоты, омрачающей физиологизмом самые возвышенные порывы и фантазии. Поскольку все это время номер генерала оставался открытым, офицер военной полиции, явившийся уточнить кое-какие детали покушения на командующего, увидел на тахте опьяненной страстью тела любовников и, вежливо откланиваясь, попятился назад выяснять, не оплошал ли. Убедившись, что ошибки не произошло, он вновь вернулся к предусмотрительно приоткрытой им двери генеральского люкса, однако постучать не решился, но не отважился и уйти. Усевшись на лежавшую у порога циновку, японец по-монашески склонил голову и, закрыв глаза, стал прислушиваться к пьянящим стонам девушки. Обхватив голову генерала ногами и, свесив их за могучие плечи, она предавалась обряду любви каким-то странным и не совсем понятным для молодого офицера способом. Однажды он даже не выдержал и вновь на мгновение заглянул в номер, но, так ничего и не поняв в сути этой мистерии, устыдился не столько необычности ее, сколько собственной, непростительной для самурая, каковым он надеялся когда-нибудь стать слабости. «Я хочу задать вам вопрос, который интересует японскую военную полицию», молвил он, когда страсти за стеной наконец угасли и ему позволено было войти в атаманскую опочивальню. «Задавай, коль пришел», великодушно позволил хозяин, поудобнее устраиваясь на диване с бокалом вина в руке. «Подтверждаете ли вы, господин генерал, что женщина, арестованная у гостиницы, пыталась убить вас?» Хотя вопрос был обращен к Семенову, однако смотрел гость на Сото, и не только потому, что она выступала в роли переводчицы. Юный лейтенант все еще не мог избавиться от впечатлений, вызванных созерцанием недавних эротических сцен. «Подтверждаю, она пыталась произвести несколько выстрелов в меня и в госпожу Сото. Теракт оказался неудачным только потому, что госпожа успела разрядить ее оружие». «Госпожа Сото, ваш телохранитель?» «Нет, это я, телохранитель», раздельно произнес генерал две части этого слова. «Госпожи Сото, такой расклад вас офицер устраивает?» Атаман заметил, как японец подсматривал недавно за ними и теперь воинственно, сугубо по-мужски, поддразнивал. «Вполне», поиграл скулами лейтенант, переведя взгляд на Семенова, в то время как сама девушка, склонив голову и полностью скрыв лицо густыми волосами, то ли смеялась, то ли подавляла природную стеснительность. Достаточно было Атаману перехватить этот взгляд, чтобы понять, перед ним молодой японский самурай, глубоко презирающий каждого, кто осмеливается на этой земле перечить японцу или хотя бы не соглашаться с его мнением. В Маньчжурии генералу уже не раз приходилось сталкиваться с подобными, поэтому он знал, сколь агрессивны и мстительны они обычно в своих имперских амбициях и юношеском максимализме. В таком случае доложите своему командованию, что оно поступит благородно, сообщив об дительности и мужестве лейтенанта контрразведки Сото ее непосредственному руководству. Лейтенанта контрразведки не смог скрыть своего удивления офицер полиции. Это госпожа из Кемпейтай? Переспросил он, полусогнувшись в поклоне. Так что вас еще интересовало в связи с терактом задержанной ранее дамой? Атаман не стал убеждать посетителя в армейской принадлежности своей возлюбленной, считая это унизительным. Лейтенанту понадобилось какое-то время, чтобы уже во второй раз за время встречи прийти в себя. То, что с русским генералом столь раскованно может вести себя японская проститутка, с этим смириться он еще как-то мог. Но чтобы так вела себя офицер контрразведки, это в сознании самурая полицейского никак не укладывалось. Может ли полиция считать, что та женщина пыталась убить господина генерала из ревности? С трудом приходил он в себя, искоса поглядывая на голые щиколотки Сото, полу лежавшей на растеленной у стены циновке. Нет, поскольку во время теракта я видел эту стерву впервые, резко ответил Семенов. Вы считаете не может? В сей момент я заявил об этом со всей ясностью, жестко отрубил атаман, заметив за собой попытку исподваль подражать манере японского начальства, произносящего каждое слово резко, словно выкрик армейской команды, вроде клича «Бонзай», поднимающего в атаку солдат. Но, может быть, та женщина тайно была влюблена в господина генерала? Или же вы встречались когда-то давно, в молодости? Не смейте задавать генералу дважды один и тот же вопрос! Вдруг гортанно прокричала молчавшая до сих пор Сото. Никогда прежде, Семенов не видел ее лицо столь суровым, если не сказать свирепым. Атаман не исключал, что столь резкая реакция была вызвана ненастойчивостью полицейского, а подозрением, будь-то террористка действительно могла оказаться давней и тайной любовью генерала. Прежде чем ответить на ее замечание, лейтенант долго, соблюдая древние каноны национального этикета, кланялся и расточал извинения, а затем неожиданно сухо произнес. Примечание. Напомню, что одним из важнейших элементов этикета японцев являются поклоны, которыми обычно выражают свою признательность, подтверждают подчиненность, а также демонстрируют исполнительность, уважение к старшему по возрасту и должности, да и просто свою воспитанность. Согласно канонам вежливости, 15 отвешенных вами поклонов свидетельствуют всего лишь о невоспитанности, а также о пренебрежительном отношении к собеседнику и окружающим. 45 поклонов уже способны произвести на воспитанного японца неплохое впечатление, однако настоящее уважение должно быть засвидетельствовано не менее 90 поклонами, к которым, увы, поколения японцев 20 и 21 столетия прибегают уже довольно редко. Примечание автора. Конец примечания. Я не стал бы уточнять у господина генерала, если бы не знал, что полицейское командование предпочло бы рассматривать стрелявшую в него женщину, как решившуюся на этой зревности, исключительно по данной причине. Прежде чем перевести эти слова, Сото сочла необходимым выяснить, у японца правильно ли она поняла стремление его командования и не сомневается ли в достоверности данного толкования сам лейтенант, а затем удивленно пожала плечами, давая знать, что не разделяет подобного мнения. «Полицейское командование действительно хочет повернуть все дело таким вот образом», удивленно переспросил в свою очередь атаман. «Именно так, господин генерал». «Это уже настораживает». «Понимаю, что вас обеспокоило, к тому же я не обязан был прямо говорить об этом». Последнюю фразу атаман понял и без перевода, и многозначительно переглянулся с Сото. «Мы не станем сообщать о том, что услышали от вас», заявил Семенов. «Поэтому хотелось бы знать, почему полицейское командование не желает видеть в этой женщине террористку». «Отвечайте, не опасаясь, лейтенант», мило улыбнулась ему Сото, «вы будете очень щедро вознаграждены», добавила она, и мужчинам оставалось лишь фантазировать, какой именно вид награды имела в виду эта красавица. «Так моему командованию было велено», коротко отчеканил лейтенант, «больше я ничего не знаю, извините, извините, извините», откланиваясь в такт каждому слову, упятился он к двери. «Подождите меня на крыльце, лейтенант», успела сказать Сото, прежде чем он вышел в прихожую. Она быстро обулась, поправила прическу, и, предупредив атамана, что не знает, когда вернется, выпорхнула из комнаты. Однако через несколько секунд голова ее вновь появилась в дверях. «Кстати, вы, господина генерала, почему-то никогда не вспоминаете о подпоручике фон Тербахе». «О ком? О Тербахе? Пардон, а при чем здесь фон Тербах?» вскинул атаман в удивлении брови. «Курбатов и вам мало способен чем помочь, поскольку сам является эмигрантом, а фон Тербах германцем, да, барон. У него теперь свой старинный рыцарский замка». «Замок свой, что ли?» заинтригованно переспросил Семенов, поднимаясь и подходя к окну. «Большой замок, большая усадьба, да, надо крепко думать, господина генерала». «А по поводу чего тут крепко думать? Дам задание, выяснят, какова судьба нашего оборона. Наверняка вместе с Курбатовым обучается в какой-то из диверсионных школ рейха». «Искать надо фон Тербаха, господина генерала!» сосредоточенно произнесла Сото, сгоняя с лица свою неизменную ангельскую улыбку. «Искать и осень так крепко думать». После разговора с лейтенантом полиции главком ожидал услышать от Сото что угодно, только не напоминание о фон Тербахе. И впрямь всеми, и полковником Розаевским, и Фротовым, и Бакшеевым забытым. А ведь действительно, после войны барон, если только скотина не зажрется и не зазнается, мог бы на какое-то время приютить его в своем замке, помочь с устройством. Странно только, что Сото неожиданно вспомнила о нем, причем сразу же после угрожающих намеков полицейского. «А может плюнуть на все, с грустью подумал Григорий, и податься вслед за Сото в Европу? Тоскливо ему стало в этих краях какая-то непреодолимая тюремная тоска одолевала Семенова всякий раз, когда он обращал свой взор в сторону пограничных высот и хребтов. Никто вроде бы свободы его не ограничивал, а чувствовал он себя так, словно давно смотрит на этот мир сквозь решетку камеры смертников. Семенов вернулся к столу, налил себе в рюмку коньяка и долго держал ее у рта, словно в сосуде этом был неблагородный напиток французов, а смертоносная отрава. Постой, постой, вдруг догадался он, мужественно сопротивляясь коньячному искушению. А не возникли образ фон Тирбаха только потому, что японка сама намерена воспользоваться услугами барона, как только судьба забросит ее в Германию. Так может, замок новоявленного германца, если только он существует в природе, стал бы действительно на первых порах приютом и для Сото, и для тебя? Большой замок, большая усадьба, да? Вспомнились ему слова девушки. Надо крепко думать, господина генерала. Глава 34 В поисках родственников молодому барону Виктору фон Тирбаху помог сам Скорцени. Узнав от Курбатова подлинную историю внебрачного барона, обердиверсант связался с кем надо в центральном руководстве гестапо, очевидно, с одним из заместителей Мюллера, и уже через два дня получил неоспоримые доказательства того, что немецкий барон Георг фон Тирбах имеет прямое отношение к тем Тирбахам, коих отец называл Виктору перед его отправкой из России, а самое главное, он дальний родственник китайскому генералу фон Тирбаху. Примечание Более подробно эта история изложена в моем романе «Маньчжурские стрелки», вошедшем в цикл романов «Война империи». Примечание автора Конец примечания Примечание Речь идет о генерал-майоре Артем фон Тирбахе. Будучи в чине полковника он в гражданскую войну возглавлял контрразведку Забайкальского Читинского военного округа, которым командовал атаман Г. Семенов, а затем командовал особой карательной дивизией войск Семенова. В 1920 году генерал-майор фон Тирбах был начальником Читинского атамана Семенова военного училища. До апреля 1919 года оно называлось школой. Погиб в 1945 году. Примечание автора. Конец примечания. Не зная своей германской родни поименно, отец, тем не менее, составил для ее представителей рекомендательное письмо, которое, конечно же, могло пригодиться молодому офицеру-диверсанту, хотя о существовании барона Георга, с которым Виктор познакомился благодаря Скорцине, он то ли вообще не имел никаких сведений, то ли попросту забыл упомянуть его. Как оказалось, старый барон представлял одну из ветвей их рода. «Гестапо знает все», решительно заявил обер-диверсант, пригласив Курбатова и фон Тербаха в свой кабинет во Фридентальском замке. «Оно знает даже то, что все знает только оно. Вот данные обороне Георге фон Тербахи», положил он перед Виктором листок с отпечатанным на машинке текстом. «Если говорить о нем с в общем, странноватая личность, лишь по чистой случайности этого старого монархиста и хранителя родовых руин не отправили в концлагерь, хотя доносов на него более чем достаточно». «То есть не внушает доверия», посуровило лицо Виктора. Он уже хорошо был ознакомлен с тем, как гестапо и СД расправлялись со всеми неблагонадежными, в том числе с генералами и даже фельдмаршалами, которые выявились в ходе недавно раскрытого заговора против Гитлера и не желал, чтобы хоть какая-то частица тени пала на его имя. «Можно выразиться и так, дьявол, меня расстреляй», признал Скорцени. «В таком случае я не желаю знать этого человека», услышав заявленное, Скорцени снисходительно ухмыльнулся. «Неужели этот русский германец решил, что его пригласили сюда, чтобы вселить в него недоверие к старому чудаку Георгу фон Тербаху?» «Оскорбительная недооценка». «Нет, барон, в таком случае вы завтра же отправитесь по адресу, который указан на этом листике», постучал он пальцем по бумажке, причем не один, а в сопровождении полковника Курбатова и майора фон Бергера. «Надеясь, что присутствие еще двух офицеров, один из которых является истинным германцем, слегка резанул он слух и самолюбие барона акцентом, на арийской крови, укрепит доверие к вам со стороны владельца руин замка Шварц-Тербах?» «Присутствие этих господ несомненно укрепит», поддержал его оберштурмфюрер, мельком взглянув на безучастно стоявшего рядом князя, хотя особого энтузиазма это предложение у него не вызывало. Возможно, Курбатов и фон Бергер действительно согласятся составить его свиту, но охотно ли сделают это? К тому же барону не хотелось вмешивать в свои дела кого бы то ни было, особенно князя Курбатова. Ему казалось, не по-офицерски это, не по-дворянски. «Что же касается репутации владельца старого замка, то пусть он вас не огорчает», продолжил обердиверсант рейха, не поддаваясь никаким сомнениям. «Считайте, что я великодушно взял его на себя. Такое уж у меня призвание в Третьем рейхе брать на себя проступки и страхи врагов и недоброжелателей его». «Благословенная Богом миссия», признал барон, «впервые слышу о таковой, но, судя по всему, теперь на мне грехи столько престола преклонных графов, баронов, князей и даже несостоявшихся принцев», заверил его Скорцень, «что беспокойство небес по поводу души фон Тирбаха мне тоже простится». «Кстати, своим самым большим достоянием изрядно обедневший барон считает уже упомянутые руины допотопного замка. Не спорю, возможно, когда-нибудь вы, оберштурмфюрер, сумеете отстроить его, но пока что нас больше интересует то обстоятельство, что старый монархист владеет отдаленным хутором. «Удачно расположенным в лесу на берегу речки, рядом с изрытым пещерами каньоном». Скорцень прервал объяснение и обвел своих слушателей многозначительным взглядом. «Ясно, господин оберштурм, бандфюрер. Барон вместе с его лесными угодьями еще может пригодиться нам для развертывания партизанско-диверсионной борьбы с оккупационными войсками», уловил ход его мысли Курбатов. «Иначе какие же мы, дьявол, меня расстрелять, диверсанты?» поддержал его Скорцень. «Можете не сомневаться, земли барона нам неминуемо пригодятся. К тому же, судя по развитию событий, довольно скоро. Но к этому разговору, господа, мы еще вернемся. К слову», обратился он к Тербаху, «вам не лишний будет знать, что первый донос на Георга фон Тербаха сочинил, как это неубийственно звучит, его родной сын». «На какое только отступничество не решаются люди, чтобы доказать свою лояльность», смиренным голосом всепрощающего пастыря прокомментировал это сообщение новообращенный эсэс барон. Он и сам всячески старался доказать преданность той идеи, с которой пытался породниться, вступив в ряды эсэс, за что старый хранитель руин тотчас же лишил своего отпрыска наследства и, в частности, право на любимый замок Шварц-Стирбах. Улавливайте, к чему я клоню? «Пока что только в общих чертах». «А важно, чтобы вы осмысливали не только мои поступки, но и побуждение к ним». «Но я не притязаю на наследство», слегка зарделся Виктор, уловив в словах Скорца неявный намек на то, что путь к нему открыт. «Притязаете», жестко осадил его обер-диверсант, «еще как, и никаких церемоний по этому поводу, никаких, тем более, что от морально-этических терзаний вас избавляет смерть молодого тербаха, павшего от пули украинского партизана где-то в северной части Волыни. Для общей информированности сообщу, что он служил квартирмейстером полка СС, но теперь его нет, а никаких иных наследников у старого монархиста не имеется, мои люди проверили». «То есть вы советуете стать официальным претендентом на развалины замка и все прочее?» «Не советую, а приказываю. Причем вы вступите во владение наследством, независимо от того, пожелает этого отъявленный монархист Георг фон Тербах или нет». «Да нос сына по-прежнему висит над ним ножом гильотины, и если понадобится, ему напомнят об этом в любую минуту. Однако же будем снисходительными к хранителю руин, господа», примирительно предложил Курбатов, «хотя бы потому, что нам предстоит побывать у него в гостях». Глава тридцать пятая «Прошу великодушие, господин командующий», самым наглым образом вторгся в стратегические грезы генерала полковник Дратов. «Что там еще?» недовольно проворчал Семенов. Он терпеть не мог, когда врывались в его императорские размышления о будущем России и Европы. «На проводе генерал Судзуки». «С чего вдруг?» «Сие пока что никому не ведомо». «Кстати, он так и представился как генерал Судзуки». «Как генерал и как Судзуки? Теперь, прошу великодушие, он уже не выдает себя за капитана переводчика Кураки», уловил суть его вопроса адъютант. «Почему это?» «Такого вопроса адъютант явно не ожидал. К тому же оба они понимали, что ответ на него следует искать в ведомстве штабс-капитана Фротова». Тем не менее, полковник решил рискнуть. «А какой в этом смысл, прошу прощения? Теперь генерал предпочитает играть в открытую, и не только он один. Поняв, что война проиграна, многие азартно пойдут ва-банк, решив, что не скрывать, не терять им уже нечего». «Вот и я не знаю, почему в соболях-алмазах», процедил Семенов, поднимая трубку с зажатым микрофоном у себя в кабинете. «Господин генераль Семенов размышляет над картой боевых действий, господин генераль Семенов», услышал он в трубке вкрачивый с явной ехицей голос генерала. «Над ней уже нечего размышлять, генерал Судзуки», ответил атаман мужественным басом, оскорбленного в своих лучших чувствах соскучившегося по поединкам рыцаря. «Господин генераль решил подать в отставку? Господин генераль!» не отказал себе в удовольствии ерничать японский контрразведчик, считая, что теперь он может позволить это себе откровенно и всласть. «Над моей штабной картой самое время кончать жизнь самоубийством, впрочем, как и над картой квантунской армии», сделал ответный выпад русский главком, облагораживая свой бокал щедрой порции французского напитка. «Генераль сегодня кончать жизнь самоубийством, генераль кончать...» все еще оставался Судзуки верен своей давнишней привычке, в конце чуть ли не каждой фразы повторять ее начало, знакомой атаману еще по общению с капитаном переводчиком. «Да хоть сейчас!» «Лучше всего это делать в виде харакири, как самурай лучше всего!» Семенов вспомнил клятвенное обещание Суто помочь ему сделать себе правильное харакири и мрачно ухмыльнулся. Попалась бы ему сейчас эта японочка в руки. Он с превеликим удовольствием сделал бы ей такое! «Нет уж, спасибо! Предпочитаю по-русски пулей в лоб! Так оно приятнее и надежнее в соболях алмазах! Но с самоубийством пока что подождем! Какой у вас ко мне интерес, генерал?» С тех пор, как Судзуки отказался от роли переводчика, выдавая себя за капитана Кураки и превратился в генерал-майора разведки, Семенов предпочитал особо не нянькаться с ним, всякий раз подчеркивая, что старше его починут и никоим образом от него не зависит. Похоже, что разведчик почувствовал это. Общаясь с русским атаманом, он, очевидно, всякий раз вспоминал времена, когда тот лебезил перед ним, тогда еще уже капитаном, а потому задавался вопросом, что, собственно, произошло? Откуда вдруг такой гонор, такая наглая спесь? «Говорят, генераль, вы опять отправили на ту сторону группу гостей?» «Отправили», жестко ответил Семенов. «Это свое решение мы согласовывали с полковником и Симурой и подполковником и Мути, как положено». «Как положено», невозмутимо подтвердил Судзуки. «Семенов так и не научился различать, когда японец переспрашивает, а когда просто повторяет, как бы вслух размышляя. И кто же возглавляет группу?» «Поручик Живалов». «Господин генераль, послал его в Берлин к полковнику Курбатову, господин генераль». «Эту группу я послал всего лишь до Иркутска. Полагаю, что повторить путь Курбатова поручику Живалову уже не удастся. До Берлина таким путем способны доходить только избранные, хранимые десницей Божьей в соболях-алмазах. Однако этому Живалову даже под десницей не дойти». «Даже под десницей Божьей? Да, до Германии?» неожиданно возмутился Судзуки. И хотя возмущался он обычно очень вежливо, тем не менее атаман научился улавливать его настроение. «Туда доходят только по велению императора Хирохито? Туда доходят?» «Допустим», сдержанно процедил атаман, еще не понимая, к чему клонит японский генерал. «Поручик Живалов и его солдаты получат задание подполковника Имати и будут выполнять его так, как повелит японская разведка». «Теперь уже поздно раздавать задания, господин Судзуки». «Почему поздно? С ними свяжется наш агент. Или, может, группа уже погибла?» «Ну-ну, генерал, что значит погибла? Мы здесь, по-вашему, кого готовим за кордон посылаем? Мы маньчжурских стрелков готовим». «Вон, по поводу рейда Курбатова пресса германская до сих пор бурлит. Даже со Скорцени с первым диверсантом рейха полковника моего сравнивает. Самим от Скорцени это вам как?» Атаман ожидал, что Судзуки разделит его «Однако японец воспринял его с традиционной для своего племени индифферентностью. Тем не менее, сам главком при упоминании о рейде, как всегда, приободрился. Теперь у него в самом деле был козырь, которым он был способен прикрыться в любой ситуации, даже если придется предстать перед императором. Все еще пребывая под впечатлением от удачи князя, главком считал необходимым постоянно напоминать о ней и японскому командованию, и своим собственным бунтовщикам. Все-таки штаб его командования армии не просто отсиживаются, а кое-что предпринимают, налаживают разведку, ведут диверсионную войну, разворачивают разведывательные школы. Семенов, конечно, понимал, что он всего лишь оправдывается, сугубо по чиновниче, но какими еще аргументами оправдать бездеятельность целой армии перед лицом страждущей России? «Вы знаете, где находится управление военной полиции, господин генерал Атаман? Вы знаете?» Вдруг жестко спросил его Судзуки, буквально вырывая из потока ностальгических чувств. «Знаю, естественно». «И знаете, где в этом здании находится кабинет начальника контрразведки? Я готов принять вас через 15 минут». Глава 36-я Хутор свой барон называл так же, как когда-то его предки называли замок Шварц-Тирбах. Местность, на которой разбросаны были полтора десятка жилых и хозяйственных строений, представляла собой настоящую природную крепость, крутой скалистый берег реки на одном из своих изгибов соединялся с каньоном, а единственная лесная дорога едва протискивалась между обрывом и каменистой грядой. На этом клочке земли площадью в 5-6 гектаров не хватало разве что мощной глинобитной стены, зато отсюда прекрасно видны были руины замка. Нависающие над противоположным берегом реки, они словно бы пытались прикрыть окрестности еще и от опасностей, исходящей из-под небесия. Скорцыни оказался прав, эта лесная глухомань в самом деле могла пригодиться им во времена, когда Германию наводнят войска союзников. Два часа назад, когда Виктор фон Тербах и его друзья прибыли сюда, старый барон никоим образом не выказал своего отношения к невесть, откуда взявшемуся наследничку, хотя сразу же дал понять, что достаточно хорошо информирован о гостях и знает о том, как Виктор появился в Германии, кто его отец и каким образом он стал обладателем родового титула. Тем не менее, письмо, которое по просьбе Скорцыни передал ему бургомистр Орониенбурга, рекомендовавший молодого Тербаха в качестве одного из достойнейших граждан города, было им внимательно прочитано. Сидя в высоком подобном трону кресле, хранитель руин несколько раз перечитал содержимое письма, время от времени отрываясь от текста, чтобы взглянуть на стоявшего перед ним маньчжурского стрелка, словно не верил, что написанное в этом послании действительно касается данного молодого крепыша. «Я так понял, это все, что вы можете представить мне», иронично поинтересовался хозяин, положив на конец послание на краешек огромного орехового стола. «Если не считать письма моего отца, оно, может, заинтересует вас значительно больше чиновничьего словоизлияния бургомистра». «Хотите сказать, это письмо тоже адресовано мне?» «Любому из встреченных мною в рейхе фон Тербахов». «Я знаю несколько семей Тербахов, не имеющих никакого отношения ни к тому роду, который я представляю, ни к нашему баронскому титулу», проговорил хранитель руин, гордо вскинув подбородок. «Но ведь пришел я не к представителю одного из этих семейств, а к вам». «И письмо отца адресовано носителем баронского титула фон Тербахов». «С него-то и следовало начинать наше знакомство». «Хочу извиниться за его вид, оно истрепано, мне пришлось пронести его в подкладке через всю Россию тылами большевиков». «От этого слова в нем не стали ни благоразумнее, ни мудрее». «Вы правы, барон, слова остались теми же», Виктор протянул ему миниатюрный с остатками сургучной печати конвертик. «И даже родовой герб фон Тербахов, втиснутый в конце письма, ничуть не изменился по отношению к тому гербу, которого когда-то удостоился наш общий далекий предок. Вот только воспринимаются они теперь после моего путешествия из Маньчжурии в Германию несколько по-иному, более трепетно, что ли. По-иному они станут восприниматься только после войны, когда вы сбросите им мундир и научитесь зарабатывать себе на хлеб без оружия в руках», поучительно молвил хранитель. «Понимаю, господа, что по отношению к любому из фон Тербахов зарабатывать на хлеб звучит оскорбительно, но ведь и все прочее, связанное с современной Германией и так называемым Третьим Рейхом, тоже особой гордости не вызывает, даже сейчас, когда они пока еще не поставлены на колени, но ведь поставят же их, неминуемо поставят. Такой исход не исключается, но, что бы ни произошло, я останусь верным своей присяге». «Меня это должно растрогать?» иронично поинтересовался хранитель руин. «Вам достаточно видеть, насколько растроган я, человек, который начал по-настоящему чувствовать себя представителем древнего саксонского рода, ответственным за сохранение родовой фамилии и чести. А вы, князь Курбатов, под присягой на Библии, готовы подтвердить, что сейчас передо мной стоит именно фон Тербах, отправившийся вместе с вами в рейд из Маньчжурии?» «В этом господин барон можете не сомневаться», вежливо склонил голову легионер. Кажется, отеческое послание маньчжурского Тербаха тоже никакого особого впечатления на старого барона не произвело. Дочитав его, он положил конверт вместе с остальными бумагами в секретер, закрыл на ключ и молча вышел из дома. То, что он вышел из дома, не проронив ни слова, заставило Виктора и остальных офицеров угрюмо переглянуться. Однако вопросов за этим обменом взглядами не последовало. Выйдя вслед за хранителем руин, офицеры остановились на высоком просторном крыльце, охваченном фигурной решеткой и двумя мраморными лестницами. Хутор барона мало напоминал соседские. Георг фон Тербах обитал в большом двухэтажном, однако лишенным какого-либо архитектурного стиля и вкуса каменном особняке, выстроенном на возвышенности. Все остальные каменные и кирпичные постройки ютились вокруг него, словно хижины вокруг храма. Поставлены они были так, что составляли четырехугольный замкнутый двор. Пространство между некоторыми стенами заполнялось крепостного типа оградой. «Вы правы, господа», молвил хранитель руин, хотя никто из гостей не произнес ни слова. «Мои предки возводили подворье по тому же принципу, по которому в колониальных странах возводились оборонные форты. Документы и родовые легенды свидетельствуют. Его основатель, барон Герман фон Тербах, француз по матери и германец по отцу, служил в колониальных французских войсках в Канаде. За проявленную храбрость был повышен в чине до майора и назначен комендантом центрального форта на острове Сен-Пьер. Если посмотрите на карту Канады, то найдете осколок суровой суши у южного побережья острова Ньюфаундленд. Это и есть Сен-Пьер. Кстати, замечу, он до сих пор составляет основу заморской французской территории Сен-Пьер и Микелор, и форт, возведенный моим предком, располагался неподалеку от нынешнего административного центра этой территории, тоже именуя Сен-Пьером. Существует мнение, что и городок этот возник, и сама территория осталась за Францией, даже после того, как в 1963 году ее метрополия вынуждена была признать верховенство в этой части света метрополии великобританской, только благодаря мужеству моего предка и его преданности французской короне. «Я так понимаю, вы являетесь составителем родового древа семьи», молвил Курбатов, желая подбодрить его. «Вы правы, не только собственной родословной, но и всей истории рода, всех его ветвей, начиная с 15-го столетия, пока только с 15-го, хотя по легендам он восходит к 11-му столетию. Основателем его стал один из рыцарей-крестоносцев, пребывавших в свите, точнее, в личной охране, Готфрида Бульонского, которому в 1099 году удалось штурмом взять Иерусалим. Вернулся он в Саксонию уже довольно состоятельным рыцарем, членом Иерусалимского ордена Святого Иоанна, больше известного у нас как Орден Госпитальера. Примечание. Речь идет о рыцарско-монашеском Ордене Иоаннитов, он же Иерусалимский Орден Святого Иоанна, больше известном как Орден Госпитальеров. Этот Орден дожил до наших дней. Полное современное название его Иерусалимский, Родотский и Мальтийский Государственный Орден Госпитальеров Святого Иоанна, и рыцари его носят белый восьмиконечный мальтийский крест на красном плаще или на красном фоне, что знатоками мальтийской символики истолковывается как подтверждение безупречности рыцарской чести на кровавом поле войны. Примечание Автора Конец Примечания Да, господа, крестоносцам, увы, мне удалось восстановить лишь некоторые фрагменты истории рода, но и те свидетельствуют, что она по-настоящему древняя и захватывающая. Жаль, слишком мало у меня времени. Но теперь у вас есть молодой потомок, продолжатель дела, который тоже успел прославиться на полях войны, напомнил ему Курбатов, взглядом указывая на СС-барона. «Если только дело заинтересует вашего друга», сдержанно заметил хранитель руин. «Заинтересует», заверил Виктор, радуясь, что своей репликой князь подарил ему уникальный шанс для сближения с Георгом фон Тербахом. «Как только завершится война, я посвящу себя составлению хроники рода фон Тербахов, используя для этого сведения, имеющиеся и в архивах, и в семье генерала Артема фон Тербаха, прибывающего сейчас в Китае». Владелец хутора внимательно, придирчиво всмотрелся в Виктора, как школьный учитель, заподозривший своего нерадивого ученика в очередной шалости. Но его собственное лицо после этой процедуры стало куда более приветливым. «Вот они, развалины нашего замка, мой юный сородич», указал старик с крюченным дрожащим пальцем на остатке сторожевой башни, чернеющей на вершине горы. Тербахи начинались там. Первоначально существовало укрепление, охваченное земляными валами, затем появилась деревянная крепость и, наконец, настоящий, хорошо укрепленный бург. Примечание. Бургами в Западной Европе называли укрепленные замки, дополнительно обведенные крепостной стеной. Обычно рядом с таким замком, бургом, возникали поселения с домами офицеров, торговыми лавками и всем прочим, которые со временем превращались в города. Именно поэтому названия многих европейских городов сохраняют в себе определение бург – Оренбург, Петербург в противовес традиции славянской, предполагавшей название с частью слова «град», то есть «город, укрепленное городище». Впрочем, в основании этих русских городов бургов тоже стояли некие крепостные сооружения. Примечание автора. Конец примечания. «Да, господа, тербахи начинались там», еще решительнее подтвердил хранитель, «погибали в большинстве своем, тоже на стенах шварцтербаха. Сейчас мы направимся туда, чтобы осмотреть священные для каждого тербаха места. К тому же с вершины горы, особенно с остого сторожевой башни, хорошо просматривается и территория замка, и другие наши владения». Глава 37. Машину Семенов вызывать не стал, ворчая громко чертыхаясь, спустился на первый этаж и неуклюже взобравшись в седло, то ли основательно постарел, то ли разучился в соболях-алмазах, неспешный рысью подался в сторону резиденции начальника местной военной полиции, во многом подменявшись собой и гражданскую полицию маньчжуров и их администрацию. Когда конь рысью вынес его на небольшой пустырь, откуда открывался вид на поросшие буйным разнотравьем предгорье, Семенову вдруг захотелось развернуться и ускакать туда, к горным лугам, к гранитным жилам распадка, к испещренным валунами склоном хребта. Его кочевая казачья душа жаждала свободы и одиночества, прежде всего одиночества. Это был далеко не первый вольнолюбивый порыв Семенова, но каждый раз что-то сдерживало его, цепляло обязанностями службы и долга. С тех пор, как атаман увидел Судзуки в облике переводчика Кураки, внешне японец как будто бы не изменился. Все та же тщедушная фигура подростка, такой же полевой офицерский мундир, даже знаки различия на погонах его по-прежнему соответствовали чину капитана. Тем не менее, сейчас перед Семеновым восседал настоящий японский генерал-самурай. Непроницаемое лицо, плотно сжатые губы и предельно выпеченные скулы человека, мужественно сдерживающего то ли ярость свою, то ли боль, во всяком случае чувства, щедро приправленные презрением по отношению и к собственным слабостям и к собеседнику. Итак, мы говорили о том, что группа поручика Жевалова обязана оставаться в России столько, сколько позволят обстоятельства и вести разведку в пользу Японии. Мы говорили, еще на пороге кабинета атаковал его Суцуки. Атаман не припоминал, чтобы разговор шел именно в таком ключе, однако спорить с генералом не имело смысла. Но это не разведчики, господин генерал, они мало подготовлены к разведывательной работе в тылу врага, особенно в мирное время, когда нужно каким-то образом легализовываться, вживаться в образы, добывать или подделывать документы и сочинять шпионские легенды. Кто же они, господин генераль? Живалов повел обычную группу диверсантов, как в свое время Курбатов. Мы называем их манжурскими стрелками, что полностью соответствует подготовке и военному предназначению. Правильно, господин Живалов повел группу диверсантов, но они станут разведчиками и будут выполнять все, что прикажет подполковник Имати. Семенову уже знакома была эта сфабрикованная полуидиотская манера общения Судзуки, как, впрочем, и полковника Исимуры, поэтому он понял, что возражать, противиться, а тем более вступать с ними в конфликт совершенно бессмысленно. Ответ атамана был таким, каким его и ожидали услышать. Сабельно, генерал, как только наладится связь с поручиком, прикажу заниматься разведкой. И Курбатову тоже прикажете, господин генераль, и Курбатову тоже. В Германию он пришел из Японии и должен служить японскому императору. Григорий почувствовал, как в душе его закипает злость, и ему понадобилось мужество, чтобы сдержаться. Курбатов русский офицер и служит нашему белому движению. Правильно, генераль, он служит белому движению в Японии и должен выполнять все, что ему прикажут представители императорской Японии в Германском рейхе. В этом-то и заключается суть звонка Судзуки, понял атаман. Им позарез нужен Курбатов, там, в Германии, в Италии, где бы он ни был. Что же касается рейда поручика Жевалова, то это всего лишь повод для того, чтобы показать, кто истинный хозяин и школы и уходящих в Россию групп диверсантов. На самом же деле, они все еще не могут угомониться в связи с походом легионера и простить мне появление такого аса в Европе в обход японской разведки. Вы сами попробуйте-ка получить его этого казака, мстительно предложил Семенов про себя. В настоящее время полковник Курбатов находится в распоряжении главного управления имперской безопасности Германии. «Кстати, вашего союзника, генерал», произнес он вслух, стараясь говорить как можно вежливее. «Да, в распоряжении имперской службы», покорно согласился генерал. «И выполняет то, что ему прикажет командование СД». «Командование СД должно приказывать ему то, что прикажет японская разведка», с той же вежливостью объяснил Судзуки в видении этой дилеммы из Токио. «Ну, это уже по-вашему, по-азиатски, не удержался атаман. В Берлине, очевидно, мыслят по-другому. Там, смею предположить, вообще все по-иному видится. Так что, если вам понадобился полковник, обращайтесь в рейхсканцелярию или прямо к нему самому. Вот только успех не гарантирую». «Мы обратимся, господин генераль, но сначала мы обратимся к вам, чтобы приказали своему полковнику, и вы прикажете». «Сейчас приказать ему имеет право только известный вам штурмбанфюрер СС Отто Скорцени, первый диверсант рейха». Все-таки нагнетал пары Семенов, давая понять, что терпение его не беспредельно. «Почему бы вам не обратиться со своими угрозами прямо к нему?» На месте Судзуки любой русский взорвался бы от негодования. Слишком уж откровенно наглость атамана, забывшего, кому служит и кто содержит его штаб и армию. Однако японский генерал еще более вежливо, чем до этого, проговорил. «Спасибо, мы учтем ваш совет, генераль, мы учтем. Когда понадобится, мы разрешим вам связаться с господином Скорцени, чтобы вы могли передать через него приказ полковнику Курбатову, когда понадобится». Григорий прекрасно понял, что скрывается за этой восточной учтивостью. Но как раз в данный момент он припомнил разговор с Сото, которая под видом сотрудницы дипломатической миссии обещала окопаться в Берлине. Теперь ему очень хотелось, чтобы ее намерения осуществились. А еще он поразмыслил о намеке японки по поводу барона фон Тирбаха, дошедшего до рейха вместе с Курбатовым. Насколько атаман понял, японец пока не был в курсе его разговора с Сото. А то бы не лез нарожен, как он это делает сейчас. А еще атаман уяснил для себя, что сам Всевышний предоставляет ему возможность как-то повлиять на назначение Сото. И кто знает реакцию генерала, если бы Григорий попросил того и попросил решить его судьбу. Кстати, господин генерал, недавно о полковнике Курбатове со мной беседовала известная вам сотрудница контрразведки Сото. Да, беседовала Сото? Сразу клюнул на этот ход собеседник. О чем же именно она с вами беседовала? Если случится так, что ее направят на работу в посольство или какое-то иное представительство Японии в Рехе, то я передам приказ Курбатову наладить связь с японской разведкой, с помощью Сото, естественно. И тогда Курбатов станет работать на японскую разведку? Подозрительно легко воспринял эту версию и зажегся ею самурай. «Уверен, что тогда полковник подчинится. Он может получить чин полковника японской армии с соответствующим финансовым обеспечением. То же самое ему уже очевидно предложили германцы, так что вам придется соблазнять его чином генерала». Услышав это, Судзуки нервно прокашлялся и беспомощно поднял руки вверх. «Добиваться присвоения ему чина полковника я еще решусь, добиваться присвоения, но ходатайствовать о чине генерала в Японии с этой просьбой нужно обращаться лично к императору. И потом в его канцелярии и так считают, что война породила слишком много генералов». «Смею заверить, что так считают в канцеляриях это не должно останавливать вас. И заметьте, если Суто удастся стать женой Курбатова, то в лице князя вы еще получите и своего верного подданного. Допускается и такой исход их знакомства». Семенов и сам удивился легкости, с которой отдал женщину, подарившую ему несколько изумительных ночей бывшему командиру группы маньчжурских стрелков. Возможно, сработало то, что сам Курбатов о такой жертве не догадывается, или же князь неожиданно попал в число очень немногих людей, ради которых атаман способен был жертвовать не только гейшами от контрразведки, но и любимыми. «А что нам мешает это допускать? Тем более, что госпожа Сото умеет убеждать не только словом, но и лаской». Генерал Судзуки сурово взглянул на своего собеседника и медленно, внушающе покачал головой. «Никогда впредь вы не должны прибегать к таким доводам, господин генераль, никогда впредь». «Понимаю, женщина сотрудница Кемпий-Тай. Она не просто женщина, она племянница члена Тайного Императорского Совета ненаследного принца Коноэ». Примечание Кроме принца Коноэ, членами Тайного Императорского Совета, на котором рассматривались все основные проблемы империи, являлись в то время военный министр Тодзио, начальник генштаба Сугияма и некоторые другие высшие должностные лица империи. Примечание автора. Конец примечания. «А следовательно принадлежит к императорскому роду, и вы обязаны, сото племянница принца Коноэ, что определяет ее положение в военной иерархии Контраст...» Увидев, как исказилось от удивления лицо Семенова, генерал запнулся на полусловие и, в свою очередь, уставился на него. «Так она действительно приходится племянницей этого самого ненаследного принца Коноэ?» вновь мрачно попытался уточнить атаман, хотя знал, подобное японцы обычно воспринимают как проявление недоверия. Дело, конечно, не в доверии, а в том, что он пытался вынудить у Судзуки кое-какие подробности. «Неужели вы даже не догадывались о ее родстве с принцем господин генераль?» «Нет, пику мне в бок не знал. Она никогда ничего о себе не говорила. «Потому что истинная японка, а вот то, что вы не сказали о беседе с госпожой Сото по поводу командировки в рейх в самом начале нашего разговора, атаман, это уже странно». «Считал, что госпожа сама поговорит с вами об этом, но, очевидно, она пока что не решилась на такой разговор», постарался оправдаться атаман. «Только думал он сейчас не о родственных откровениях японской разведчицы. Принц Коноэ был его соперником. Именно этот принц увел от него жену Елену, урожденную Терсидскую, превратив ее в свою любовницу». Примечание. Исторический факт. Жена атамана Елена Семенова Терсидская, дочь Иерея Челябинского и Оренбургского, действительно покорила сердце ненаследного принца Коноэ из рода императора Хирохиту. Атаман женился на Елене в сентябре 1920 года в Чите. Красавица Елена Викторовна окончила гимназию в Казани, сносно владела английским и немецким языками, музицировала и писала стихи. С принцем познакомилась осенью 1928 года в Китае на одном из устроенных им приемов. В сентябре 1929 развелась с атаманом, бросила детей и уехала покорять Европу. Примечание автора. Конец примечания. И вот теперь судьба вновь сближает его с давним соперником. «Еще я ведь знаю, что вы не в состоянии повлиять на назначение Суто в качестве сотрудницы дипломатической миссии», прошелся атаман по самолюбию японского генерала. Судзуки артистично выдержал паузу, а затем произнес фразу, сразу приободрившую Семенова. «Когда это надо в интересах разведки, наши министры понимают, что это надо в интересах разведки». «Прекрасно сказано, господин. Правда, я не уверен, что так и происходит на самом деле». «Если так не происходит на самом деле, господин генераль, тогда надо спрашивать себя, а нужно ли это было разведке». «Мудрый подход, достойный царя Соломона». «Кроме всего прочего», сурово, словно приговор зачитывал, отчеканил японец, «хочу напомнить, господин генераль, что еще в начале Второй мировой войны дядя Сото, принц Коноэ, был премьер-министром страны восходящего солнца, но вместе со всем своим кабинетом вынужден был уйти в отставку в связи с делом русского шпиона германца Рихарда Зорге». Семенову понадобилось какое-то время, чтобы свыкнуться с мыслью. Он действительно услышал то, что услышал. «Это имеет какое-то отношение к тому положению, в котором пребывает сейчас лейтенант Сото?» неуверенно спросил он. «Никакого». «Немного проясняется». «А ко мне?» «Тоже никакого». «А к отношениям, задаваются между мной и...» «Не имеет!» не дал ему договорить генерал Судзуки. Атаман покряхтел и беспомощно, страждущим взглядом осмотрел стол и темневший слева от него секретер. Самое время было выпить, исключительно для прояснения мыслей. Он прекрасно понимал, что теперь у него в резерве только один здравый вопрос. «Тогда зачем вы сообщили мне об этом?» Однако задать его не решился. Вместо этого все так же неуверенно «Согласен, существует информация, которая важна сама по себе, независимо от ее толкования. Существует!» на одном выдохе самурайской твердостью подтвердил Судзуки. Подполковник Имати появился именно тогда, когда пришла его пора появиться. «Они вышкалены, словно дворовые, и каждую сцену встречи со мной разыгрывают, как в домашнем театре провинциальной учительницы русского языка». Генерал Семенов оттянул вспотевшими пальцами влажный ворот кителя, наблюдая, как рослый, статный, с могучими плечами циркового борца подполковник замер со склоненной головой, ожидая повелительного окрика или жеста. Этот полукровка почему-то особенно не нравился командующему. Возможно, потому, что, соединив в себе русскую безалаберность и бесшабашность с азиатской хитростью и японской невозмутимостью, сей мерзавец оставался для атамана наиболее тяжелым в общении. Он лучше любого другого офицера штаба квантунской армии воспринимал всю тыловую подноготную белого офицерства, одинаково презирающего и великого вождя Сталина со всей его энквадистской сворой и императора Хирохито со всем его придворным самурайским полуидиотизмом. Подполковник Имати занимается женщиной, которая стреляла в вас, генераль, подполковник Имати, представил офицера генерал Судзуки Кураки, почему-то злорадно улыбаясь. Весьма тронут, атаман понимал, что расстаются они с Судзуки еще меньшими друзьями, чем встретились. Но что поделаешь, японцы сами загоняют его в угол. Подполковник Имати знает, что вы хотите видеть эту женщину. Не было у меня такого желания в соболях-алмазах, отрубил атаман, однако никакого впечатления его отказ не произвел. Господин Имати говорит, что вы можете встретиться с ней, генераль. Не кланялся, а раскачивался, словно стебель на ветру тощей Судзуки. У подъезда вас ждет машина. И как только переводчик произнес это, Имати любезным жестом дворецкого указал на дверь. Они желают окончательно убедить меня, что атамана Семенова убирать не в их интересах, понял командующий, пока до поры до времени не в их. Но если уж они решили столь решительно отмежеваться от покушения, то отказываться от визита к этой даме террористки было бы неразумно. Во дворе их ждал некий драндулет, напоминавший американский джип, но явно азиатского происхождения. Прежде чем сесть, Семенов подозрительно осмотрел машину, словно приценивался, не доверяя посреднику. Что-то японцы становятся раздражительными, сочувственно проворчал подполковник Имати, уступая Семенову место рядом с водителем и с трудом втискивая свое грузное тело на заднее сидение. Полагаю, что это у них от неопределенности. Вы себя к японцам больше не причисляете, удивился командующий, одновременно обратив внимание, что машины Фротова у здания нет. Очевидно, Имати специально убрал ее вместе с водителем и адъютантом, чтобы не путались под ногами. Меня постоянно раздирают противоречия. Семенов не раз ловил себя на мысли, что русский язык подполковника значительно чище его казачьи станичного говора, от которого он так и не избавился, даже дослужившись до генеральских эпалет. «Та часть моей души, которая воспринимает меня как японца, начинает с подозрительностью посматривать на ту часть души, которая все еще воспринимает меня как русского». «Истинному русскому этой вашей заушистой словесности не понять», улыбнулся Семенов. «Тогда я скажу проще, господин генерал, я сочувствую вашему белому движению, и в этом вы полностью можете положиться на меня, на мою поддержку». «Сабельно, сабельно». И Матио уже знал, что в этом сабельно заключен весь смысл высшей похвалы атамана. «Но как полуяпонец, я должен предупредить вас, правительство страны восходящего солнца давно решило, все, что способен переварить японский имперский желудок, мы уже проглотили, русская Сибирь нам пока не понутру». «Бросьте, подполковник, ваши генералы спят и видят себя, кто во Владивостоке, кто в Омске, и я совершенно не осуждаю их за это. Чего стоит генерал, который не видит себя у ворот чужой столицы? Ну, а моя программа вам известна». «Она нам не по зубам», спокойно продолжал свою мысль имати, словно бы не слышал Семенова, во всяком случае в эту войну. «Поэтому любое ваше возмущение маньчжурским стоянием за Амуром не вызывает у командования Квантунской армии ничего, кроме раздражения». Вряд ли подполковник обратил внимание, насколько вдруг вытянулось лицо Григория, воспринявшего его предупреждение как ультиматум. «Вам специально поручили разъяснить мне это? Есть время задавать вопросы, но есть и время осмысливать советы. Сейчас время осмысливать. Осмысливать сабельно, подполковник, сабельно». Семенов оглянулся и Мати сидел, упершись руками в колени, почти в позе Будды и смотрел прямо перед собой в просвет между его плечом и плечом водителя. «Значит, недовольство японцев и в самом деле находится на том пределе, когда злоупотреблять их терпением не стоит», проскрежетал зубами главнокомандующий вооруженными силами Дальнего Востока. «Слишком много предупреждений и слишком настойчиво они звучат, но в то же время, будь у них кто-то на примете, вместо тебя хватило бы и одного намека. После него Сато нежно одарила бы тебя порцией змеиного яда». «В конце концов, армия должна проявлять готовность сражаться», сказал он, наблюдая, как водитель сворачивает на небольшую тупиковую улочку, где находилась японская контрразведка. О подвалах ее предпочитали не упоминать даже в среде прожженных белогвардейских контрразведчиков. «Вы говорите о своей армии?» «О моей тоже в Соболях-алмазах». «Ваша армия должна проявлять готовность выполнять приказы штаба квантунской армии. Любые приказы в любое время». «Таким образом, меня пытаются поставить на место?» «Можете поверить, что я, как отпетый полукровка, делаю это самым деликатным образом?» «Не хотелось бы мне, чтобы вы хоть единожды стали невольным свидетелем того, как ставят на место обычно в ваше отсутствие». «А почему вдруг такая откровенность со мной?» недоверчиво поинтересовался Семенов. «Да к тому же такая отчаянная храбрость?» незаметно кивнул он в сторону водителя. «Это мой шофер. Если внимательно присмотритесь к его лицу, поймете, что он тоже полурусский, полуманчжур. Откровенность же моя происходит из сочувствия. Может, я не менее вашего желаю видеть Дальний Восток и всю Сибирь свободной страной, свободной от большевиков и всей их прожидовской совдепи. Если хотите, перед вами националист, кстати, замечу, если бы вам, господин генерал, все же удалось стать правителем Дальнего Востока или хотя бы Забайкалья, более удобного для японцев военного министра в моем лице попросту не сыскать». Семенов оглянулся. «Нет, им эти не шутил. Всего лишь пользовался случаем высказать вслух то, что раньше почему-то не решался». «Сабельно, подполковник, предложение принимается, но, так считаете только вы или же этот вопрос о военном министре уже обсуждался в штабе Квантунской армии?» «Японцы еще более пунктуальны и дотошны в своих планах, чем германцы. У них уже заранее разработано и предусмотрено все, вплоть до дипломатического протокола переговоров с Гитлером во время раздела Советского Союза по линии Урал-Каспийское море». «Были бы они столь же дотошны в подготовке своей армии к войне с Красной Россией, а то ведь на всю Квантунскую и двух автоматов не найдется», довольно озлобленно парировал командующий. «Долго ли с карабинами против такой автоматики, как у маршала Жукова, навоюешься? Красные генералы в сорок первом хлебнули свое, трехлинейками воюя. Многие тогда же и захлебнулись». «Господин генерал», окрысился на него и матьи, «вы забываетесь?» «Ну-ну», признал свою горячность Семенов, «но ведь как военный с военным». «В таком случае вернемся к посту министра. Вы назвали бы кандидатуру более подходящую, если учесть, что японцы являются главным вашим союзником? Для меня это важно, тут можете быть откровенным». «Да уж», саркастически осклабился генерал. «К разговору о союзничестве вернемся после свидания с мадам Кондратьевой», сказал он. «Мадам Лукиной». «Лукиной, ишь ты, соврала, значит, негодная, господь ее разопни на ее же собственных грехах». «На грехах ее сейчас распинают офицеры контрразведки», уточнил и матьи, и по лошадиному заржал. «Это в нем явно схамила душа полурусского», сообразил Семенов, уставившись на подполковника. «Сейчас все поймете», с истинно японской деликатностью, склонил голову и матьи, считая, что выразился недостаточно образно. «Где она? В тюрьме? Так стоит ли мне встречаться с этой мерзавкой?» «Стоит, не стоит, так вопрос уже не ставится, вы обязаны встретиться». «Как это понимать?» «Мы, японцы, говорим то, что говорим». «Мы, японцы», обиженно хмыкнул генерал, непривыкший, чтобы с ним говорили в таком категоричном тоне. «Это-то как раз не о японцах, а видеть сейчас Лукину или как ее там Семенову крайне не хотелось». Глава 38 Вся компания долго поднималась по основательно забытой, едва очерченной горной дороге, пока наконец не достигла равнины, на которой возвышались замшелые руины замка, огромные каменные блоки, остатки оконной готики, обломки полуистлевших дубовых балок. «Это он и есть, замок Шварц-Тир-Бах, названный так по названию самой возвышенности, обвел морщинистой рукой каменная жертва приношения вечности последней из древнего рода Георг фон Тир-Бах, которого манджурскому стрелку, а ныне оберштурмфюреру Виктору фон Тир-Баху посчастливилось отыскать в Германии». Примечание Оберштурмфюрер СС, старший лейтенант обер-лейтенант войск СС, по статусу своему, этот чин приравнивался к чину капитана Вермахта, во всяком случае обер-лейтенант Вермахта обязан был первым отдавать честь оберштурмфюреру СС и подчиняться его приказам. Примечание Автора Конец примечания «Если взглянуть взглянуть на его летопись», объяснил старик-хранитель «Да, известно, что развалины взывают к небесам уже в течение восьмидесяти лет, но ведь самому замку более шести столетий». Приземистый, почти карликового роста, 75-летний Георг фон Тир-Бах сумел сохранить аристократичную осанку, и сколь бы неуместной она ни казалась на фоне этих родовых руин, демонстрировал ее офицерам с истинно королевским достоинством. Длинные седые волосы его все еще оставались достаточно густыми, чтобы шапкой покрывать благородно запрокинутую голову, а массивный, тщательно выбритый подбородок непреклонно свидетельствовал о былой силе воли. «А это что за раскопки?» указал Курбатов рукой в сторону свежего бруствера, за которым открывалось некое подобие то ли подкопа, то ли огневой точки. Бесплодные старания вечных искателей сокровищ? Здесь пытались установить зенитное орудие. Резонно, место выбрано удачно, опытом бывалого офицера оценил полковник. Почему же в конечном итоге не установили? Удалось уговорить начальника гарнизона не делать этого. Отказались от такого прикрытия? Не мог допустить, чтобы бомбы и авиационные снаряды англосаксов крушили останки моего родового гнезда, пусть всего лишь руины. Должен признать, это стоило денег, но, как видите, авиация союзников здесь особо не зверствовала. Война в принципе очень дорогое развлечение, заметил оберштурмбанфюрер фон Тербах, осматривая разваленный взглядом странника, добравшегося до родового пепелища. Майор фон Бергер и князь Курбатов, стоявшие чуть позади Тербахов, понимающие переглянулись, старый барон вызывал у них уважение. Виктору же, неожиданно ставшему без пяти минут обладателем почтенной древности, они попросту завидовали, что ни говори, а сегодня он по-настоящему обретал родословную, какое-никакое состояние и остатки древнего замка, обретал родину. Если учесть, к тому же, что жена фон Бенгера, сын и две дочери погибли, а Курбатов находился в нескольких тысячах километров от родных мест, не имея ни состояния ни родни, это действительно стоило доброй зависти. Примечание Подробнее об этом и других героях главы читатель может узнать из романа «Маньчжурские стрелки», который тематически связан с данным романом. Примечание автора. Конец Примечание «Не скрой, я все еще далеко не нищий», величаво повел узкими худыми плечиками старый барон. «Однако единственное, что я по-настоящему сумел сохранить в неприкосновенности, так это священное право нашего рода на руины Шварц-Тербаха и всю возвышенность, где он располагается». «А что, возникали и другие претенденты», сурово поинтересовался Виктор фон Тербах. «Было бы странно, если бы их не оказалось. В свое время король Саксонии даровал гору и участок земли в долине одному из моих предков за исключительную храбрость в сражении с викингами. Но как же давно это было! Сколько правителей и алчущих наш Шварц-Тербах сменилось! Да, подлых и хитрых, но все же мы отстояли свое право не только во имя возрождения рода Тербахов, но и во имя возрождения истины Германской империи». Курбатов уже догадывался, что под истинно Германской империей Георг фон Тербах имел в виду совершенно не то, на что молились Гитлер, Геббельс и их окружение. Престарелый барон все еще оставался яростным монархистом и мечтал о дне, когда на Берлинский престол вновь взойдет император. Фюрер в роли правителя казался ему всего лишь жалким суррогатом монарха и вообще руководителя страны или вождя нации. Все еще верите в подобное возрождение? Усомнился фон Бергер не совсем тактично. А кто сказал, что наша страна проклята богами? Почему она должна мириться с властью какого-то там фюрера? Неужели недостойно короны императора, сильной и мудрой личности, способной вновь превратить Германию в священную Римскую империю? Или по крайней мере в нормальное аристократически европейское государство? Вы слишком риски в суждениях, барон. Мрачно, хотя и достаточно учтиво обронил Виктор фон Тербах. Мои друзья, конечно, понимают, повернулся он к офицерам, взгляды есть взгляды, тем более старого патриота-монархиста. И все же многих это коробит. Я достаточно пожил для того, чтобы позволить себе говорить, что думаю. С вызовом ответил хозяин, горделиво осмотрев каждого из троих гостей. Виктор хотел было прокомментировать его слова, но появившийся в поднебесье гул заставил его вместе со всеми прислушаться к этому зову небес. Снова англичане, объяснил Георг фон Тербах, на Брауншвайк пошли. Они бомбят его пригороды с тупым упрямством и таким количеством взрывчатки, что руины Шварц Тербаха отзванивают словно соборные колокола. Да, господа, но лично я уже достаточно наслушался. Он повернулся и молча пошел назад, к едва заметной поросшей травой дороге. Оберштурмфюрер фон Тербах и двое других диверсантов последовали за ним. Кажется, старик сразу же признал тебя в качестве наследника. Едва слышно проговорил Курбатов, выбрав момент, когда решительно вышагивавший барон оказался достаточно далеко от них. Еще бы, по поводу моего приезда ему звонили дважды, сначала адъютант Отто Скорцени. Я сам просил его об этом, обронил Курбатов. А затем кто-то там из штаба Гиммлера. Дело не в этом. Никакие звонки, даже если бы на том конце провода оказался сам Гиммлер, не способны были бы убедить такого типа. Тем более, что у него своя точка зрения на гитлеризм и роль СС в этой стране. Мне кажется, он сразу же ощутил некую близость душ, почувствовав в тебе что-то родное, кровное. В этом его моральное спасение. Он ведь долго ждал духовной поддержки. Представьте себе человека, который осознавал себя последним из угасшего рода, а тут вдруг... На полпути к подножию возвышенности их ждал старый видавший виды опель с измятым кузовом и осколочной пробойной в заднем крыле. Курбатов давно подозревал, что с помощью этой машины фридентальские курсанты уже два года обучаются дорожно-минерному делу, однако никакой другой машины под рукой ускорцени не оказалось. И князь не удивился, что, когда час назад опель прибыл на подворье хранителя руин, тот осмотрел автомобиль и его пассажиров с таким сочувственным любопытством, словно они только что на его глазах прорвались через линию фронта. Возможно, сам вид этой фронтовой машины напомнил ему о гибели сына и обо всем том хаосе, который творится вокруг, а значит сделал старика покладистее в отношениях с неожиданно и подозрительно объявившимся маньчжурским бароном. Прежде чем сесть в эту машину после возвращения с вершины, они все четверо оглянулись на остатки древней башни, буквально нависавшей над пятиметровым обрывом. Замки и крепости вот что остается после нас представителей древних аристократических родов на этой земле, горделиво просветил всех хранитель руин. Да, господа, замки и крепости, всмотритесь в эти стены, в них, как написано было в одной мудрой книге, наше родословное, наше прошлое и будущее, в них бессмертие строителей и владителей. Народ, возведший за всю свою историю хотя бы одну мощную крепость, уже бессмертен и принадлежит к вечности. Да, господа, вечности. Несомненно, пробормотал Виктор. Можете так и сообщить своему Скорцине, которого с приближением русских, как я понял, обуяло желание превратить руины замка скалы Шварц-Тербаха и мои лесные угодья в еще одно пристанище германских диверсантов. Гости многозначительно переглянулись. Такой прозорливости в завершении их встречи они явно не ожидали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok